Наступает. Да, да, вот когда мы остановимся. Ну, потом расскажет. О, они будут снимать. Твою спину роскошную. Так, я хотел бы, чтобы кто-нибудь дели, конечно. Чувствую себя очень хорошо. Вообще, вот эта штука, она для матэ. Мне просто интересно, почему она пользуется такой популярностью. Её каждый раз берут. Да, интересно. Из нее очень удобно. Кто-то едет. Кто-то ещё едет. А ещё я часто беру чашку, когда уже практически не остается выбора. Поэтому всегда друг, кто-то не берёт чашку. Ну, там ещё много. Макс, всё. Макс, всё. Ты решай, ты. Я передаю тебе образные правления. Все, которые я буду. Так, я ещё, знаете, хотел себе поставить на 1 минут на 40, через 40 минут на 1. Это очень хороший фаттер, мне кажется. Я тоже так делаю. Это стоявочка. Я тоже так иногда на перерыв все ставлю, чтобы не забыть, что нужно прерваться. Да. Да. Ну, я стараюсь, конечно. Может быть, там останавливаешься. Раньше? Я умещусь? Да. Твёрдо. Извините. Давай я тебя возьму. Как хорошо быть со словной ногой сиденькой. У тебя уже не словно. Уже не словно, но видишь, не помогать. Потому что у тебя была словно нога просто. Спустим меня и на торт. Кто там? Простите, Анаташу. О, заходи. О, заходи. Даже не знаем. Я это брошу. Шлавик в очках. Посмотрим. Значит, я хочу сказать, что зовут меня Максим. И здесь я буду сегодня рассказывать о школе, которую я представляю. То есть я последние 7 лет развивался в традиции Московского металлогического кружка, который был создан в 50-е годы в Московском университете на факультете философии Георгием Петровичем Щедровицким. Который перемолол за историю своего существования почти 70 лет десятки, а то и сотни известнейших философов, социологов, психологов Советского Союза. Потом в России. Выходцы из кружка стали авторами. Я думаю, большинство реформ, которые проходили в стране… Много везде. Да. Как бы то ни было, кружок оставался средой, в котором существовали, жили и действовали люди активного действия. То есть можно как угодно относиться к такой эпохе, допустим, Виктора Христенко в бытности его министром промышленности. Но, тем не менее, Виктор Христенко, например, ассоциирует себя с кружком и считает себя учеником Щедровицкого. Там история развивающего обучения, которая была создана и реализована в системе образования советского, это выходцы из кружка Эльконин, Давыдов. Даже нынешний министр образования с удовольствием приезжает на игры, участвует в каких-то мероприятиях коллективных. Можно привести в пример реформу Росатома, которая была проведена, создание федеральных округов. В том числе история с Сергеем Кириенко и длинная история, как пытались реформировать среду в привозном федеральном округе. То есть это все такие большие, я бы сказал, реформы или чейндж менеджмент какой-то на уровне организаций, регионов. А иногда и на уровне страны, потому что там, например, политическая компания СПС тоже была проектирована как игра выходцами из Московского металлогического кружка. И реализована до той степени готовности, что СПС на тот момент вошел в Госдуму на 10% голосов. Базисом всего этого является не такая экспериментальная деятельность, а вполне сложившиеся философские представления, которые формировались в течение этих буквально 70 лет. За счет чего? За счет того, что в кружке работало несколько десятков семинаров постоянно действующих, в которых участники обсуждали какие-то проблемы философские, в том числе переоткрывая всю ту проблематику, которая существовала на Западе. До революции, условно говоря, то есть 19-го века, начало 20-го века, условно говоря, всю проблематику 50-х, 70-х годов, включая системный подход, дизайн и так далее. Урбанистику для Запада актуальную, для Советского Союза того времени абсолютно не актуальную, непонятно с чем ее едят. Все эти выступления на семинарах записывались на магнитофон. То есть Георгий Петрович и Дровицкий, он с собой носил катошечный магнитофон, на который записывали все семинары. Красивый образец. Что? Чего? Красивый образец. Что, собственно, позволило там последователям сейчас расшифровывать, собственно, семинары и понимать содержание их бесед и вытаскивать. Ну, расшифровка велась на тот момент, то есть там многие семинары существуют как набранные, напечатанные на машинке, то есть там сборники какие-то выходили в единичных экземплярах, потом как-то они собраны в какие-то сборники просто трудов. Публикаций было официальных очень мало в научных изданиях, но, тем не менее, сообщество, вот оно 70 лет прожило, я думаю, что еще проживет достаточно долго, потому что содержание, которое было наработано, оно, я считаю, достаточно большим и интересным. Кстати, когда я посмотрел, как свою работу обустраивал Карл Роджерс, позитивный психолог, я увидел, что он все свои, по сути дела, семинары и консультации тоже записывал на видео. То есть распространял и тем самым обеспечил, грубо говоря, серьезное к себе отношение со стороны коллег, потому что не боялся показывать, что у него за опыт и как он, собственно, это все делает. Вот, это вот такое историческое вступление, кто я, что и откуда, и относясь к тем, по сути дела, задачам, которые у нас были сформулированы на первой нашей встрече, я бы выделил, что основным вопросом, который мы здесь ставим, это, собственно, как заниматься развитием индивидуальным и коллективом. То есть и отвечать на этот вопрос невозможно без понимания, что такое развитие, потому что, собственно, если мы будем отвечать на этот вопрос каждый, то у нас, скорее всего, разойдут мнения, потому что под развитием, собственно, мы будем понимать разное. Для себя я развитие понимаю и ссылаюсь на Георгия Петровича Драйцкого как усложнение мышления. Ну, тоже, собственно, ничего не объясняющий конструкт, но он промежуточный. Что значит усложнение мышления? Георгий Петрович говорит, что мышление усложняется, ну, как мы видим, что мышление усложняется, если люди начинают использовать новый знак взамен какой-то конструкции, более длинной или состоящей из разных знаков, для того, чтобы определять какой-то объект. То есть, грубо говоря, мир состоит вокруг нас из объектов, и называние этих объектов, ну, например, в языке каким-то определенным словом, это такая знаковая конструкция. Ну, секвенция звуков, которой мы заменили какой-то смысл, который мы вырезали из окружающей нас действительности. Ну, такая очень абстрактная картинка. Ну, например, для того, чтобы нам назвать какое-то новое явление, мы обычно заимствуем какой-то термин из английского языка. Ну, значит, берем какой-то готовый знак, и тем самым мы постулируем, что та конструкция, которая замещена этим знаком, тот объект какой-то сложный или несложный, какой-то новый объект, он вот появился в нашей реальности. Соответственно, для себя я вижу усложнение мышления, как эволюция знаковых средств. То есть, интересно очень проследить на примере детей, как происходит эта эволюция. То есть, как дети используют знаковые средства в своем взрослении. То есть, для меня важно, что, например, маленький ребенок, он не использует слова и не использует знаки, ну, в том понимании, как дизайн, да, то есть, рисунки, значит, какие-то символы, то есть, он ничего не рисует. То есть, ребенок... Маленький, какого возраста? Ну, вот, с рождения. А, ну да. То есть, ребенок для выражения своих ощущений, для взаимодействия со взрослыми, он пытается сначала жестами передать то, что ему нужно, пытается какими-то звуками, ну, которые не входят в наш лексикон, как слова, да, пытается вступить в взаимодействие. То есть, он использует какие-то знаковые средства. Затем, естественно, он использует слова, да, которые узнает от взрослых. И в окружении взрослых и окружении других детей у него появляется такая осознанная речь, ну, на том языке, на котором он собирается разговаривать. Ну, там, в двуязычной среде, на двух языках, там, в русскоязычной среде мы детерминированы русским языком. То есть, у него язык возникает русский, потому что он живет в русскоязычной среде. Значит, затем, ребенок учится писать. Причем, я вот помню по себе, что первые свои такие, какие-то вот опыты с письмом, когда я делал, я делал, писал слова без разделения. То есть, я не делал промежуток между словами. Не разделял слова. То есть, я пытался писать. Оказывается, что в истории человечества это был достаточно длительный период, когда слова не разделялись пробелами. То есть, книжки раньше писали без пробелов. Затем он разделяет слова, ребенок. Ну, и затем, можете принять на веру или нет, возникает эволюция знаковых средств, когда появляются в обиходе ребенка такие знаки, как символ умножения, символ деления, символ равно. Химические знаки, физические знаки, какие-то сложные формулы. Причем, мы можем на примере математики проследить эволюцию знаковых средств в математике. Когда сложные математические конструкции заменяются какими-то специальными знаками, типа синуса. То есть, если разворачивать это в более старых знаках, то синус это, конечно, сильный прорыв в математическом мышлении. То есть, синус как знак, он заменяет целую формулу, которую можно описывать простыми знаками. Значит, ну, собственно, мне это надо было все сказать, чтобы утвердить, что мышление связано с эволюцией знаковых средств. И появление новых знаков в нашем лексиконе, в нашем общении, есть следствие усложнения мышления. И, например, появление какого-то знака, который заменяет целую вообще нарративную конструкцию, это вот сильный прорыв. То есть, для меня, в моей практике, которой я занимаюсь, консультационной, важно, чтобы в ходе моей игры участники научились заменять свои представления об организации знаками, которыми принято сейчас обозначать, ну, по сути дела, изображать всю сложность организации. То есть, организацию можно себе представить как организационную структуру, вот таким образом. Можно представить как бизнес-процессы. Ну, и еще в том понятии системы, которые есть в кружке, необходимо представлять, какой процесс является центральным рабочим организацией. Ну, вот как бы вот эту вот стрелку я бы провел через какие-то арбеструктуры. Вот, сейчас непонятно. Ну, пока так. Ладно. Так вот. А мне одному непонятно? Ну, тоже непонятно. Значит, еще раз тогда. Я хочу... Не настаиваю. Нет, нет, нет. То есть, непонятно, но пока нет возмущения по этому поводу. Ну, типа, сейчас, наверное, объясняю. Да. Ну, то есть, я хочу сказать, что вот в ходе своих таких сессий мне бы хотелось, чтобы учёпники, то есть, сотрудники каких-то предприятий начали изображать свои предприятия вот таким образом. Виде опусту, вот понятно? Абсолютно. И в виде процессов тоже понятно. То есть, они не всегда это делают. То это тоже абсолютно понятно. Всё. А вот последние непонятные. Последние я там как бы попозже подробнее об этом расскажу. Ну, то есть, активно связь с оргструктурой и ключевой. Да. Это связь оргструктуры с бизнес-процессом. И там еще есть два плана, о которых просто... Ну, мне рано говорить. Я попозже об этом скажу. Слушайте, можно я одно что-то расскажу? Это самое. Помните, я вот когда первый раз встречались, я там 7 вот этих рассказывал всякие 7 подходов к коммуникации. Вот это семиотика. Вот если вспомнить, там была штука, которую я вообще не понимал, вот это как раз она. Символизация. Ну да. Это когда символ выходит на первый план. Ну, как бы, входя... Вот после... Значит, после того, как кружок интенсивно работал, он оставил определенный набор схем. Мы говорим, там, карпеш-схем. То есть, вот схема знания, в которой есть вот это представление о знатих, она вот как отдельная схема существует. Ну, я ее нарисую, потому что, в общем, хорошо, если она будет. То есть, считается, что есть некий объект, а вот некий объект, значит, он заменяется знаком. То есть, это вот знак. То есть, он как бы не... Понятно. Ну, понятно, что непонятно. Я пока вот нарисую все-таки. Вот. То есть, значит, это вот объект, и он вот как-то соотносится с этим знаком, который изображает объект. Но все-таки это не то же самое. То есть, это примерно то, о чем Коршевский говорил, когда там говорил, карта это не территория. Ну и, соответственно, эта схема знания эволюционировала в схему научного предмета. То есть, вот схема научного предмета выглядит следующим образом. Вот есть некий сложный объект, ну, такой, например, как устройство, например, Земли. Или устройство, ну, я не знаю, каких-нибудь там явлений, которые мы сейчас называем физическими, но будем не забывать, что физика это просто природа. То есть, устройство никаких природных явлений. Устройство или сами явления? Ну, устройство. Ну, там, и сами явления, да? Не получилось. То и любой, короче, понятно. Да, ну, смотри, то есть, как бы, проекцией с этих явлений, да, является, ну, вот то, что мы считаем современной физикой. Да? То есть, это не значит, ну, вот схему научного предмета, оно вот таким образом выглядит. Это не значит, что физика охватила всю сложность этих явлений, которые существуют в природе. Но некоторые из них, как бы, превратились в предметы ее изучения. Причем, здесь же, например, может быть химия. И здесь же может быть, ну, я не знаю. География. География, да. География. А некоторые явления по-прежнему, там, ну, или астрономии, да. Астрономии, да. А раньше, та же самая совокупность явлений описывалась какими-нибудь теологическими теориями. А, ну-ка, еще раз, были такие-то теории, о которых мы даже не помним, например, алхимия. Но, тем не менее, весь набор этих предметных дисциплин не передают всю сложность того объекта, которым они задумываются. Это вот 7 научных предметов. Какая-то на самом деле нужна за тем, чтобы дальше ввести такое понятие как объект. То есть, вот, та самая территория уровнем выше, рефлексивным отражением, который, ну, это павтология, да, рефлекшн, это и так, отражение. То есть, отражением, которое является карта. И вот, такие дисциплины предметные, они являются отражением какой-то сложности, которая существует в мире. Значит, как мы это используем вообще по жизни. Есть еще ряд важных схем, схема мыследеятельности. В центре, ну, наверное, в центре ее находится схема такого акта, как коммуникация. имеется в виду, что, ну, во-первых, хочется сказать, что у человека существует только два процесса, которые человек воспроизводит в течение жизни. Это восприятие чего-то и овнешнение каким-то образом. империализация и экстериализация, овнутринизация, овнутринение и овнешнение. и, собственно, получая от кого-то некую мудрость, я бы не сказал информацию, потому что, кстати, в теории наследеятельности, которую разрабатывал Московский металлогический кружок, нет понятия информации. вот некую мудрость, некий смысл тех объектов, которые некий смысл тех объектов, которые пытаются передаться через коммуникацию. Это почему-то близкость? Не сломаю. Он изображается вот такой стрелочкой по отношению одного коммуникаанта к другому. И в схеме знания существует очень важная штука, называется разрыв коммуникации. И вот когда в 70-е этом году рисовалась эта схема, ну, мне было известно про вот эти всякие современные исследования, в которых говорится о том, что информация не передается. Передается 30% от того, что человек может передать другому в своем нарративе. То есть в своем тексте. вот этот разрыв существует. Вот эта коммуникация, по сути дела, это отраженный слой того, что можно назвать не этим объектом деятельности. Потому что, во-первых, коммуникация сама возникает только в связи с какой-то деятельностью. а во-вторых, коммуникация является отражением той деятельности, которая находится в слое ниже. То есть вот схема мыследеятельности есть слой коммуникации, есть слой деятельности. и это такой очень странный и сложный знак. Я вообще обычно начинаю рассказывать про схему мыследеятельности со слоя деятельности. В кружке есть еще одна схема, схема акта деятельности непосредственно. То есть в хемиерской деятельности есть некий деятель, у него есть знание способности средства, он совершает так деятельность в соответствии с целью, и у него есть исходный материал и конечный продукт. Это схема деятельности. В принципе, приходя в любую компанию, я жду, что во-первых, мне нарисуют схему акта деятельности, или хотя бы нарисуют что-то, из чего я бы мог сложить схему акта деятельности. То есть в этой схеме заложен, по сути дела, круг вопросов, которые можно задать. Что за исходный материал использует компания, в какой конечный продукт она его превращает, какие знания, способности и средства использует. является ли эта компания сама фактором этого процесса, если у нее исходный материал, или она вписана в какой-то более большой процесс, как средство, сама выступает эта компания средства, которые используют для того, чтобы этот процесс вести. значит, вот эта схема коммуникации, она по сути дела, в моем таком понимании, она олицетворяет такой совет директоров, который собрался по поводу того, что происходит в этой компании. То есть вот приходя в компанию, мы вот так охватываем деятельность в этой компании, ну и вопрос заключается только в том, а мы ее полностью охватили или нет? то есть видим ли мы все процессы и все орг структуры, которые существуют внутри этой компании. В кружке создано представление так называемой системы 2 о четырех планах системы. То есть и вот разбирая деятельность компании, нужно выделить орг структурный план, он не нарративный тоже. конечно любую географию и любую картинку можно описать текстом. То есть нужна схема орг структуры компании, а ее кстати согласись со мной обычной и нет. В большинстве случаев нет. Она есть, она не отражает структуру лавин, что происходит, но какая-то она сейчас есть. Почему? Я не знаю. но я часто ее не вижу в компании. Я например был в Росатоме и спрашиваю, у вас орг структуры вообще есть? Они говорят, мы недавно сделали, и показывают мне такое политбюро, вышек менеджера своей. По сути дела инженер орг структуры идеология висела в кабинете, чтобы хотя бы люди в лицо знали здоровых стоп-менеджеров самых главных. А вот значит хорошая цель бизнес-процесса. Я по поводу орг структуры говорю, что это очень поздно возникший знат сам по себе. Его начали рисовать применительно к организациям в начале XX века. Я встречал у Тержинцева, в социометрии я его встречаю и у Марьяна. Вот именно такие иерархические да? Да. Но по сути дела раньше и не было представления об их структурах. Во-первых, это позднее такое изобретение индустриального уже века. А во-вторых, их так не сильно активно использовали. То есть до настоящего времени не сильно активно используют их в организации. Следующий план это план процессов. То есть по сути дела квадратик процессов появляется его изобретает король Адамецкий русский инженер который в Санкт-Петербурге учился. Он одновременно появляется в школе Тейлора причем Адамецкий общается с Генри Гантом видимо с самим Тейлором и он появляется для того чтобы изображать процессы в организации. То есть это по сути дела тоже конец 19 начала 20 века. То есть план процессов нужно видеть в организации. функциональный план потому что каждый из этих элементов структуры у него есть какой-то ритм с которым он работает. функциональный план это функция каждого элемента структуры. Это как раз связь с структурой бизнес-процессом по сути дела. Но бизнес-процесс он сквозной сквозным образом проходит через все элементы структуры. А функция каждого элемента может быть другой. То есть условно говоря это очень сложно. Я например эту штуку понял после 30-х игры что он вообще существует. Я могу сказать в бизнес-постероте план функциональный план процессный и план связи например до сих пор путается. То есть это не существует вне такого позитимого аппарата. То есть нельзя сказать что в этом подходе под функцией понимается это а в этом под это. То есть это дискуссионная такая штука. то есть вот условно говоря процесс когда на предприятие заезжает машина с сырьем выгружает его значит это сырье люди относят в какой-то аппарат грузит вот туда этот аппарат перерабатывает сырье и выпускает там какие-то конфетки люди заворачивают упаковывают в ящички их грузят значит их на машину машина уезжает вот в этом смысле ясно что исходный материал сырье шоколад орехи ясно что конечный продукт конфеты ясно какой рабочий процесс лежит в основе вот этой производственной линии а функции уже будут у грузчиков подойти значит когда машина приехала принять лотки отнести их на то место где эти лотки нужно засыпать в производственную линию на производственной линии будут какие-нибудь тетеньки с определенными функциями там управлять это обязательно люди я прошу прощения ну сама линия это тоже функция какая-то но процесс состоит из функции ну не нет процесс он идет сам по себе но внутри этого процесса крутятся такие колесики как в часовом механизме можно конечно сказать процесс декомпозирован на функции процесс декомпозирован на квадратике бизнес процессов а функции а функции у тех кто крутит эти процессы окей хорошо да да ну в общем вот я уверен что это именно то есть процесс завернуть фантик а функция крутить бумажку процесс да будет завернуть фантик а функция будет у человека закрутить бумажку обычно конечно ну понятно да ну по сути ну в общем на часовом механизме это же тоже понятно что в общем есть какой-то рабочий процесс и вот каждое колесико оно крутится и приводит этот процесс в действие хотя в общем ну в общем с этим и связана конечно сложность как это все определяется потому что по сути дела тейлор он не описывал функции в этих бизнес-процесс он собственно выделял этот процесс и ему в принципе неважно кто это выполняет значит конкретно мы остановились на том вот в развитии этой схемы что деятельность можно охватить каким-то образом и изобразить в четырех планах точнее в материальных планах все эти структуры процессы и функции существуют не в газовоснужном пространстве а в каком-то конкретном месте наполненном столами орехами шоколадом компьютером а трафика а трафика что в материальном плане или где какой трафик интернетный трафик интернетный трафик интернетный трафик а какой еще был а какая у него функция наркотический он не зарабатывает информацию передает но у вас нет понятия информации поэтому черт мудрость 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 продаж в принципе есть такой план еще связи нет не связь это материал для работы процесса четверичная интернет-трафик это материал с которым работает некоторый процесс ну я не знаю мы же не можем брать интернет трафик вот короче интернет трафик где-то ну давай посмотрим сырье сырье вот исходный материал значит трафика что ну я бы так не сказал если он исходящий а электричество я бы не сказал что это электричество материал ну смотрят для чего ну интернет трафик тогда тоже ну смотри какая ну смотри ну смотри что мы принимаем трафиком он не рассматривается электричество неважно снижается процесс тропик очень важно друзья то есть вот важный момент встроенный встроенный встроенная система не 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 я просто спросил мы все с концу 7 лет назад тропик я знаю это был телефонный трафик разница все нормально это коммуникации просто неважно я думаю да нет трафик это не коммуникация трафик это не коммуникация трафик это биржевой ресурс биржевой товар ты можешь ты можешь продавать коммуникации продают же лиды с телефона и так далее ну в общем если ты считаешь что это очень важно мы можем разбирать но смысл что трафик ну ты мог бы спросить я не знаю а где помада которая красится девушка в принципе я думаю тоже важный вопрос здесь официальная эта штука который он оперирует в общем вопрос был в том что пытаясь охватить какую-то деятельность а нас интересует компания мы ставили себе вопрос значит что как помогать компаниям как обеспечивать их развитие компанию ну вот на наш взгляд нужно представлять как сложный объект то есть в тех играх которые я провожу в компании я прошу сотрудников компании ну сначала топ-менеджеров рисовать как они ее себе представляют в идеале мне хочется чтобы они рисовали все эти планы но вопрос в чем функция тех или иных отделов ну и даже процессы да раз они не сильно разделены сейчас в этом системном дискурсе они должны давать ответы то есть понимать в чем функция этих отделов представлять себе материальный план ну вот Чедровицкий в одних работах выделяет план связи отделов между собой а в других работах не выделяет вот считает вот эти 4 плана достаточным для описания организации ну описание не нарративным опять таки а вот схематичным по степени того как они это прописывают я сужу о степени зрелости тут то есть например орг структуры из 60 случаев когда мы этим занимались рисовали только в двух компаниях ну то есть надо себе надо представить что когда я говорю рисовали в двух компаниях это значит что компания собирается где-то человек 60 это 10 столов по 6 человек то есть за одним из столов рисовали орг структуры представляя компанию а ты им даешь задание в открытой форме рисуете компанию да сначала мне казалось это странным и я ну как бы делал подход к снаряду то есть я говорил ну вы представляете же компания это как город а город то мы знаем уже как рисовать как то да вот и типа нарисуйте город и вот люди рисовали город потом у меня что-то пересчетнуло я предложил рисовать компании и я понял что компания может представить я тогда еще очень плохо понимал про системный подход то есть я просто начинал видеть как люди рисуют компании начинал за этим наблюдать два случая и из этих двух случаев только один был случай когда внутри вот таких вот квадратиков или кружочков такой организационной схемы департаментов одна девочка стала рисовать людей и говорила что это не просто департамент а это вот у нас там такие люди по фамилиям работают и это нам как бы важно для того чтобы понимать что у нас за организацией это была компания British American Tobacco то есть я считаю хорошей компании как бы хорошая девочка потому что в общем с таким сильным потенциалом то есть разглядеть за этими кружочками людей это мне кажется еще более такое сильное умение чем значит видеть видеть просто вот эти вот департаменты за какой-то вот за своей работой значит почему я давал вот схему здесь научного предмета я как бы показывал что на один объект можно смотреть по сути дела с разных точек зрения и выделять разные и вот те позиции которые существуют в слое коммуникации они тоже по сути дела видят разное в этой деятельности но я во-первых сталкиваюсь с тем что все сотрудники в организации видят только свою узкую зону то есть допустим бухгалтерия видит как работает бухгалтерия продажники видят как у них устроена продажа директор видит там десять человек в своем борде который там каждый день там тренируется то есть представление о целостности в организации обычно нет и когда ну там собираются эти десять столов по шесть человек начинают рисовать организации и во-первых так рисовать свою организацию во-вторых рисовать ее из того места где они ее хорошо видят и после того как они начинают обмениваться рисунками и сопровождать эти рисунки каким-то текстом рассказывать друг другу как им кажется у них устроена компания у них первый раз на мой взгляд возникает представление о целостности компании то есть чем они на самом деле занимаются и люди потом в рефлексии об этом говорят новую конструкцию еще по отношению к организации кроме того что здесь можно на этих местах представить себе разные отделы разных сотрудников которые с разной степенью в детальности смотрят на организацию мне эта схема помогает еще представить такую как бы рабочую группу или такой совет директоров который должен в принципе думать вообще в организации целиком я считаю в каждой организации есть такой человек или группа людей архитекторы то есть те которые задумали организацию когда ее еще не было то есть вот архитектор переводится с греческого как начальник строительства архитектор архитектор начальник начало археет начало на греческом то есть у нас есть такое тоже слово в языке начальник значит тот кто начинал когда еще ничего не было ну так должно быть но начальники у нас другие конечно а вот значит да бросат вы наверное не найти а бросат вы начальники уже ну да они вот ищут уже долгое время нашли несколько начальников которые конечно начали я разговариваю уже 40 минут после чего структуры это очень долго значит и вот этот человек имел в голове деятельность целиком ну или хотя бы какой-то фрагмент или интуицию на то что вот он представлял себе как все должно быть ну и я в общем считаю что у любой деятельности есть инвестор даже если один и тот же человек ну то есть это на самом деле две разные позиции то есть я думаю что в любой группе в любой организации даже в любой социальной организации есть те кто обеспечивает и они хотят от деятельности абсолютно другого не того же самого что значит хочет начать ну то есть грубо говоря если я предприниматель я задумываю какую деятельность Я обычно, как инвестор, не реализую своих планов. У меня всегда есть какой-то разрыв в этом во всём. Ну а в типичных наших организациях разрыв между тем, чем должна бы заниматься организация, и тем, что хочет от неё инвестор, который акционер вкладывает в неё деньги, настолько велик, что, по сути дела, иногда просто возвращение людей, которые работают в этой организации, в позицию инвестора, то есть, ребята, встаньте на место того, кто тратит здесь деньги, переворачивая полностью их представление о собственной работе. То есть они, поняв как мыслят их инвестор, начинают по-другому относиться к тому, что они делают. И это для меня очень важно. То есть я в игре задаю этот набор позиций, если у меня есть достаточно времени для того, чтобы этот набор позиций сформировать вот за разными столами. Значит, вот архитектор, инвестор. Есть ещё такая позиция, я её называю без практики. То есть это люди, которые занимаются такой же деятельностью, но где-то в другом месте. И они, по сути дела, занимаются ей лучше. И они создают нам вызов такой на обучение и на изменение в нашей деятельности. То есть мы на них смотрим, ну это как бы такие конкуренты. То есть мы всегда хотели бы их убить и действовать самостоятельно без них. Ну вот они есть и они задают нам вообще образцы деятельности. Ну в чём-то. Может быть в каком-то вот кусочке нашей деятельности, в каком-то процессе. Или может быть мы у них увидели там лучшие методики продаж. Или может быть они интернетом начали пользоваться, а мы ещё нет. Но это такое будущее, которое уже где-то есть. И вот для консалтинга я это в сессиях использую таким игровым образом. Я, например, несколько столов, если есть, я говорю. Ну а теперь вот, типа, вот та же самая ваша деятельность, но как будто вы Samsung. Или как будто вы Google. Или как будто вы IBM. Ну то есть с неограниченным каким-то набором ресурсов. Значит, ты вот, как бы удержите вот эту позицию лучшей практики. А как в мире бы, ну в другом, в лучшем, действовали бы вы, но вот в других условиях. Вот без практики. Значит, ещё есть такой вот, я такую позицию выделяю в кастомер-фокус. То есть это фокус потребителя. То есть он смотрит на деятельность. Ну как бы, ему, конечно, вся деятельность целиком не нужна, как я вот её расписывал. Вот здесь, да? Но, по сути дела, он тоже участвует в управлении компанией. То есть именно он принимает решение, будет компания существовать дальше или не будет. Ну, простыми своими действиями по покупке того, что она производит. То есть мы знаем много компаний, которые закончили своё существование, отреагировав на нелюбовь потребителя. То есть он не начальник, у него в голове не было, а? Всей мишку. Ну такой вот, то есть рутинный. Всей рутинный в компании. То есть вот он не начальник, то есть он не придумывал эту компанию. Называется операционный директор. Да, он не является инвестором в неё. Он, в общем, не следит за лучшими практиками. Его не сильно интересует фокус потребителей. У него есть, как мы говорим, конкретные задачи, которые поставили, и он их будет выполнять. То есть это человек, который абсолютно по-другому смотрит на эту компанию. Не так, как вот они все. Ну, я говорю, вот есть ещё такой вот или председатель совета директоров. А может быть, это такой предприниматель, который вот собрал вот эти все фокусы на себе. А может быть, он собрал их в одном кабинете. Но я хочу сказать, что, в общем, когда я раскидываю вот этот управленческий слой рефлексивный по поводу деятельности на такие позиции, я на самом деле опираюсь на опыт Microsoft Solution Framework, который по похожему типу собирают рабочие группы, которые работают над проектами в компании. И Oracle. Ну, то есть других у меня примеров рабочих и здоровья. Рабочих групп нет, но то, что делает Oracle в своих рабочих группах, обсуждая деятельность, очень на это похоже. Для меня важно, что они выделяют определенные роли, которые существуют в рефлексивном слое над этим. Они не участвуют в рутине, которая происходит в компании. Они выходят из этой рутины вот в этот слой и обсуждают. Операционный директор. Операционный директор. Почему выходит? Ну, то есть он на момент обсуждения выходит. Да, конечно. Да. Это была бы хорошая схема управления компанией, если бы это не была на самом деле схема наследеленности. Да, это схема наследеленности. То есть все, что я вам рассказал, это про компанию. А в схеме наследеленности это выглядит следующим образом. То есть здесь слой деятельности, вот это, ну тут много чего происходит, да? Здесь слой коммуникации. То есть они друг с другом пытаются разговаривать, но никак не договорятся. А здесь есть слой мышления, который объясняет, пытается объяснить, я не уверен, можно ли это объяснить словами. Пытается, значит, объяснить, почему они не могут договориться. Георгий Петрович говорит, что мышление. Ну и здесь идет не речь не об особенностях индивидуального мышления, а в принципе о мышлении. То есть вот это же не конкретные люди. Это такие функции, тоже позиции, роли определенные в компании. И мы их рассматриваем как механизмы, просто винтики в этой компании, колесики в этой компании. И на этом месте может быть там 10 людей, а может быть один человек, который там сегодня пришел, через 3 месяца уволился, пришел другой. Но он продолжает играть эту роль, выполнять эту функцию. И в общем в компании ничего от этого не меняется. В общем, в мышлении существуют такие две, в ММК это называли ортогональные доски. Ну, по сути дела, это вот два таких ноутбука, на одном из которых нарисованы объектно-онкологические структуры. То есть одна объектно-онкологическая доска, а вторая организационная деятельность. На объектно-онкологической доске находятся объекты, которые мы сумели заплатить из деятельности. И, ну, грубо говоря, поименовать знаками. То есть, ну, у кого-то 50 тысяч в лексиконе, у кого-то 30. То есть, понятно, у того, у кого 30-20 тысяч объектов, или там, проекций каких-то объектов, которые есть в лексиконе того, у которого 50 тысяч, они просто отсутствуют. Ну, я, например, привожу пример, что наверняка есть строители, которые знают, что за типы этих обоев, ну, буквально по артикулу. И нам это неведомо, по сравнению. Или, например, Алексей, наверное, знает, как называется это ламповый кейер, а мы нет. Ну, и, соответственно, в общем, в действительности, это вот пример как раз с эксгибиционизмом, в действительности мы можем захватывать какие-то, понимать, что происходит, называть это определенными словами, и это формируется в мышлении как объекта. Ну, или как проекция какого-то объекта. Макс, ну, понятно, зачем все это. Чего? Вот это все. Ну, сейчас это... Ну, так устроен мир. Ну, и что? Ну, и что? Ну, когда ты говоришь, а как развивать? Это один из способов описывать, как устроен мир. Окей, ничего. Ну, мы же здесь собирались, чтобы друг друга рассказывать про способы, которые описывают мир. Про смысл, наверное? Нет. Ну, тебе проще, как в какой-то другой картине. Нет. Я не знаю, почему это хорошо. Ну, значит, я тоже не знаю, почему это хорошо, но когда... У меня нету пока границ, где я бы не мог это применить. Это тоже очень сложно. Почему? Потому что если нет границ, где не работает, значит, нету границ, где работает. Но работает всегда в каких-то границах, где нет границ применимости. Ну, не знаю. Но, собственно, если там открывали какие-то физические законы, они, в принципе, не думали, что они на выноте не работают. То есть только когда там... Смотри, что я пытаюсь сказать, значит, картинка, она нужна зачем-то. Она не нужна просто так. Вот очень долго карта метро, она была, ну, как географическая карта. То есть линии на ней рисовали, вот как они реально идут. Да. Со всеми изгибами. Вот. Это оказалось нафиг никому не нужно. В 30-е годы в Англии додумались, что в России в 60-е годы. В 60-е годы стали рисовать просто их прямыми линиями. Стало отлично. Вот. Как бы какое описание более правдивое, ну, это как бы не вопрос. Это описание. То есть, ну, как бы, кастомер фокус, да? Оно зачем? Ну, смотри, смотря из какой позиции мы это все берем. То есть если ты... Оно из какой позиции нарисован? Оно из какой позиции нарисован? Оно нарисован из позиции, конечно, предпринимания. То есть когда ты вот эту штуку берешь для того, чтобы действовать. Мне тяжело это рассказать в какой-то увеселительной такой манере. Может быть, ну, если бы было, ну, я не знаю, много обратной связи, мы много раз бы попробовали на школьных коллективах, на студенческих, там, как это все. И, в общем, это все, вот что я рассказываю, это 52, я думаю, трехчасовых лекций. Я это укладываю вот в такую компактную историю, там, на полтора часа стараюсь уложить. Ну, может быть, самое главное в ней то, что я говорю, ребята, очень эффективно, что если рисовать компактно, и потом, если сотрудники обмениваются этим представлением. Ну, типа, я бы мог этим ограничиться, но я, почему я это говорю? Я говорю, что под этим лежит теоретический базис, то, что мышление устроено вот так. То есть там объекты, здесь организационно-деятельностная доска, тут, скорее всего, процессы. А выделяем такие объекты мышление и так устроено? Ну, а если, я знаю, мы не трогали списать, ну, вы стандартные, как биологические мышления. Ну, понятно, мы же даже не договариваемся между собой, а там и есть. Да, то есть, если мы возьмем с разным фокусов, даже теологических, вот здесь положено мышление, мы получим очень много разных картин. Ну, у меня даже есть, ну, поскольку я коллекционирую все эти картинки, у меня есть много картин, картинок про то, как, там, Декарт рисовал мышление, там, как сейчас рисует мышление. Есть даже очень хорошая картинка, там, с анимацией, какие философские подходы, как определяют коншенсенс, да? Коншенсенс, да, это сознание, это совсем мышление. Ну, понятно, но они, в общем, а как разделить сознание и мышление? То есть... Мышление это активный процесс, сознание это скорее... Более пассивный феномен. Ну, тем не менее, слово коншенсенс, оно этимологически... А что-нибудь thinking? Я понимаю. Но вот коншенсенс, оно этимологически близко очень коллективному мышлению. Ну, я смотрел этимологию, и вот у меня возникло впечатление, что это когда думают много людей. Ну, там, думают, коммуницируют между собой и действуют, потому что вот как раз в МНК считается, что эти процессы неразрывно связаны между собой. Ну, и когда мы понимаем, что все люди имеют разные объекты, ну, по сути дела, под одним и тем же понимают разное, ну, чтобы буквально сейчас мы обсудили. Потому что подмышлением мы все понимаем разное, да? Значит, имеют разные сценарии деятельности, отработанные в голове. То есть они организационно все действуют по-разному. У них разные примеры родительские, разные примеры мы показывали в организациях, разные примеры они имеют на улицах, то по идее они друг друга и понимать-то не должны. То есть вот этот разрыв понимания, он существует из-за того, что у нас разные организационные деятельности. Ну, и, конечно, необходимость действовать совместно. Постоянно людей приводит к конфликту вот этого понимания. И этот конфликт является вот такой энергией для того, чтобы люди изобретали, по сути дела, новые средства поддержки понимания и мышления. То есть если, ну там, буквально, Алексей, у нас с тобой нет общего проекта в деятельности, то, собственно, мы разойдемся с этим непониманием и, наверное, умрем счастливо в 120 лет, не возвращаясь к этому. Значит, ну, как бы, в схеме наследительности необходимость преодоления этого конфликта заставляет выйти в коммуникацию, синхронизировать представления, вернуться с этими представлениями в деятельность снова и посмотреть, а там получается что-то или нет. И вот в этих сессиях игровых я буквально в смысле ну, вот, воспроизвожу схему мыследеятельности. То есть люди, которым необходимо действовать вместе, они получают за этот зарплату, работают в одной организации, ну, насильно, да, усаживаются за круглые столы, им необходимо вместе общаться, рисовать организацию. Они синхронизируют свои, тем самым, представления сначала за круглым столом, потом обмениваются этими рисунками друг с другом, и в это время в мышлении у них возникает, у тех, у кого не было определенных объектов про эту организацию, у них начинают они возникать. И возникает такое коллективное поле, то есть тут буквально, там, на мой взгляд, абсолютно мистический процесс, когда они вырабатывают в организации свой язык, как можно разговаривать про организацию. Если это продуктивно, ну, то есть, вот, если получилось это все, люди в рефлексии говорят, что на следующий день хочется идти на работу. То есть они обо всем договорились, они увидели организацию, я их прошу спланировать деятельность этой организации, у них наступает так коллективное планирование, они коллективно планируют деятельность, и, в общем, им остается только периодически собираться раз в месяц для того, чтобы синхронизировать свои представления. Если у них на это есть время, великолепно. Если нет, то через два года они могут снова позвонить мне и сказать, слушай, у нас тут опять все встало, мы хотим опять игру. И я приезжаю, и мы, как бы, этот процесс возобновляем вот таким образом. Вот, собственно, кратко, наверное, все, что я мог бы рассказать. А есть примеры, когда они добровольно потом синхронизируют свои представления? Вот какие-то... Есть примеры, где реально это потом без тебя сделали? Честно, нет. Ну, потому что я не собираю обратную связь. А, ну, то есть, может, они и будут. Да, и, в общем, мне, конечно, иногда тяжело наблюдать такую вещь, ну, она вот, наверное, сходу не садится. Такую вещь, что, ну, вот у нас, например, прошла игра, и мне-то... Ну, я такой воодушевленный вот этими всеми своими там опытами, там, экспериментами в разных организациях. Мне хочется, чтобы все сидели за круглыми столами, все рисовали, там, даже школьники, значит, я там в школах проводил с детьми, и у них там богатый опыт, там, они потом в рефлексии говорят о том, что мы научились слушать друг друга, мы поняли, что у нас у всех разные точки зрения. И это очень важно же, там, для совместной жизни, там, для совместной деятельности, для этого, для всего. И вот, значит, вот, когда проходит такая сессия, она-то не рисуя ничего, а все сидят его и слушают. То есть, и он не понимает, что то, что он говорит, он говорит, исходя из собственных вот этих вот объектно-онкологических представлений организационной деятельности, и все просто слушают его изверженности. Это сейчас происходящее? В том числе, и конечно, да. 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 У меня же нету, как сказать, иллюзии, что... что меня понимают. Ну, у меня тут было еще что-то записанное из того, что я хотел сказать, да? Значит, ну, я, может быть, вот так вот еще пройдусь по каким-то важным для меня моментам. То есть, для меня развитие – это усложнение мышления. Усложнение мышления происходит за счет того, что возникает более сложный, более простой знак, замещающий сложный объект, то есть, который долго описывается текстом. Значит, два процесса существуют – внутренение, внешнение. СМД-подход – система наследительности подхода. Это такой схемный подход, который дает несколько схем, которыми описываются очень сложные конструкции, которые существуют в психологии, социологии. То есть, на базе этих схем можно описывать какие-то представления, которые вот в текстах существуют. Развитие мышления коллективное. Существуют видимые и невидимые объекты. Я вот про это не сказал. Вот организация – это невидимые объекты. То есть, нельзя ее пощупать. То есть, ее приходится долго либо описывать, либо вот таким образом рисовать. Ну и, собственно, вот для чего мне это было нужно, я еще пару слов скажу. То есть, я вообще, когда приходил в организацию, я хотел делать организационно-деятельственную игру, как проводил Московский металлогический кружок. Значит, Московский металлогический кружок. Долго разговаривал с директором, с сотрудниками организации, с партнерами-поставщиками, с потребителями. И те люди, которые организовывали игру, они выстраивали такую сложную конструкцию, то есть, понимали, как устроено предприятие, где поставщики, где потребители, какие еще есть социальные, условно говоря, институты, например, администрации города, которые влияют на это предприятие. И делали игру, в которой, как бы, в одной комнате такую социальную систему размещали. То есть, там было, допустим, два человека, которые играют за администрацию города, два человека за конкурентов, десять человек за администрацию предприятия-поставщика, пятьдесят человек за само предприятие, тридцать человек за потребителей. И вот они сделали такую конструкцию социальную, в которой можно было посмотреть, а как вообще-то происходит взаимодействие в этом предприятии, какие связи между этими людьми. Может быть, там, это предприятие можно как-то оптимизировать, какие-то отделы сократить, туда никто не ходит и так далее. То есть, это вот делалось в пространстве, там, одного большого зала. И я подумал, что у меня нет времени для того, чтобы собирать все. И я должен воспользоваться тем, чтобы сами сотрудники предприятия не рисовали такую схему. А так, конечно, когда у меня такая схема есть, я бы хотел сначала, ну, я один раз так делал, чтобы эти люди сделали настольную игру, где сотрудники были вот инсталинными фигурками, и, ну, как бы проверяли на работоспособность вот эту вот схемную модель. А, конечно, в более продвинутом виде, мы так тоже несколько раз делали, например, мы делали это на АвтоВАЗе еще с Нотовером, мы бы, в общем, мы воплощали как раз ту структуру, которая была в классическом виде. То есть там были поставщики, были конкуренты, были сами эти предприятия, у них были какие-то отношения с университетами, там были университеты, и мы запускали переговорный процесс. Он был игровой, он существовал в модели, но, по сути дела, вот в этой модели и в этой игре, там, двух-трехчасовой, можно было увидеть, какие есть дыры восприятия друг друга, и что не взлетит. То есть и было, конечно, очень здорово. То есть, ну, там, ну, такие очень сильные, красивые инсайты возникают, когда люди вот играют в свое предприятие. Ну, собственно, все. Спасибо. У меня вопрос. Да. Вот все, что ты рассказывал, касалось твоего взаимодействия с какими-то коллективами достаточно большими. У меня вопрос. Если ты, например, выступаешь в роли консультанта и работаешь непосредственно с каким-то одним человеком, как вот эта вот вся история может быть применима для того, чтобы у человека возник какой-то простой символ относительно чего-то сложного, что у него в голове присутствует? Хороший вопрос. Я думал об этом, когда я сюда шел, потому что, в общем, ну, здесь сообщество, которое занимается индивидуальным консультированием, на мой взгляд, больше, чем в организационном. Ну вот я вынужден сказать такую, наверное, непопулярную в этой сообществе вещь, что человека одного прокачать, в общем, ну, нет никакого смысла. Человек существует обязательно внутри какой-то деятельности. И если он перекачен со своими представлениями внутри этой деятельности, мы, в общем, становимся белой вороной, и он будет жить. То есть иногда мне своих собственных представлений слишком много для того, чтобы, ну, там, войти в какой-то коллектив, там, начать взаимодействовать. То есть, ну, как бы, очень важно, чтобы они были синхронизированы, ну, прямо находились на одном простом, вот, объектно-онтологическом уровне. Мне иногда кажется, что, ну, там, мы очень много даем людям, а в мире действует команда. То есть, демюрубов-то нет. Ну, даем им со своим видением, со своим суперзрением, или, там, со своим суперрисованием. Ну, кому он нужен? Половину, в общем, ему... Ему на самом деле пофиг куда, если это на самом деле такого персонажа, который хороший, у него нет мотивации, что, слава богу, я бы не хотел жить в мире, где-то будет реализовано, как в некоторых русских говорят. Поэтому, тут уже мотивации разные. Вот, кстати, интересная тема мотивации. То есть, на мой взгляд, когда людям понятно, как у них устроена деятельность, у них, как бы, открывается пространство для действия. До тех пор, пока у них закрыты глаза, где они вообще действуют, в какой функции, с кем, зачем это вообще все нужно, ну, их приходится как-то толкать, вот, вести, буквально, как слепого. Да. Правильно я понимаю, что, ну, вот, когда ты консультируешь компанию, цель вот, вот, таких игр, чтобы у людей, вот этот вот объектно-онтологическая доска, у каждого свое, чтобы они как-то приблизились, ты описываешь потом эту историю с помощью вот этих четырех планов, чтобы у них появилось какое-то общевидение, чтобы они, ну, как, там, разные роли восприятили, и вот из этого у них возникает ощущение понимания, и потом мотивация что-то делать по-тругому в компании. Да, тут все верно, за исключением того, что я им ничего не описывал. Ну, они сами не описывают. Да, они сами друг-трубо описывают, и потом они понимают, что им нужны какие-то такие представления, в которых они вот описывают вот эти четыре плана. Какая все-таки связь между тем, что они вот описывают свою компанию, и вот этими вот четырьмя или пятью планами, когда они начинают включаться, вот, ну, то есть они могут как-то еще начать описывать свою компанию? Сейчас расскажу. Эти пять планов знаю только я, то есть я им не рассказываю. Это проверочный материал. То есть для меня важно, начали они на своих рисунках воспроизводить эти планы или нет? И все. Ну, появились они там все или... Мне достаточно, чтобы они появились за одним столом. Потому что если они появляются за одним столом, значит, ну, они разместут друг друга, как у них устроен комбайн. И ты моделируешь этот процесс, чтобы до всех... Я только за временем скажу. А, все. Да, то есть я считаю, что это происходит магическим образом, само по себе. Ну, а потом и речь, что мне очень понятно, как эта штука работает как консалтинг. И непонятно, при чем здесь эта консенсия. Ну, то есть там может быть любая другая. Пять стихий подоосской. Да. То есть вода, дерево, огонь, металл и земля. А ты не будет летать точно так. То есть я отвечаю. То есть, ну, а ты, ну, будешь... Как бы, вот если они будут... Да, я сама не будешь... Понимание... О, вот это... Все пять включились. Да, окей, все пять включились. А если не все включились, то ты что делаешь? Ничего не делаю. Ну, потом можно говорить, что любимым не хватало воды. Подожди. Ты на чем меня хотел поймать? Нет, я хотела не спросить. Психологичная, как бы, практика для меня лично. То есть я ничего не делаю. Я жду, когда они увидят этот план. То есть там я могу поменять им роли. Они тогда есть другую роль. А, если они нет, то ты меняешь роли. Да. Ого. Ничего не делают, то я имею роли. Хорошо. Какие у тебя еще инструменты есть, кроме запасмена ролей? Есть инструмент форсайт, чтобы они посмотрели в будущем. Есть инструмент, когда я им говорю, ну, в смысле, в будущее, на линейке времени. Я им говорю иногда, посмотреть на свою организацию, как она должна быть устроена в будущем. Потому что они, например, могут не нарисовать вот эти платы, рисуя свою настоящую организацию, но потом поговорим друг с другом, посмотрев, кто как рисует, они начинают рисовать структурные процессы для организации, которая существует в будущем. То есть для них это такое, как бы, упражнение по перерисовке того же, что у них есть, только еще раз. Вот. Глук бэк я делаю. То есть это вот, как бы, что исторически они видят. Ходим вперед во время, ходим назад во время и ставим другую базу, в другую роль, еще чего? Ходим назад, ходим вперед. Это более некий времени. Представляем в будущем, как выглядит организация. Ну, я там не имею в виду. Это больше не к организации, это, ну, ты знаешь, как устроить форсайты. Я знаю, как устроить форсайты, сложная, большая история. Ну, короче, карта такая, с этими, с годами, и там какие-то события будут происходить, в общем, какие технологии и так далее. То есть, организацию надо нарисовать, ну, просто в будущую твою организацию. То есть это другой слайд. То есть окружение будущего, организацию будущего, то же самое про прошлое, из других ролей, и что еще? Настольное. Что это настольное? Ну, то есть, когда они нарисовали орбитурную процессу, надо еще попробовать слепить свою организацию. Чего? Пустили. Я думаю, сгонная папка. Это если там милиционеры и пожарники. Все правильно. Ну, то есть, слепить и сыграть в ней. Сыграть, то есть, примерить на себя, ну, как бы, в натуре, роли. То есть, сама играть в будущем, в прошлом, с организацией ее окружения, из разных ролей. Да. А и контрольный. Делать так до тех пор, пока они нарисуют все четыре трепланова. Да. Вот. В Марсе, в общем, ну, у меня было достаточно мало времени, и очень понятная, простая задача, там, как бы, был 10 человек, которые должны были заниматься обычайами. То есть, я им, ну, поскольку это продвинутый управленц, имеющий представление о том, что такое бизнес-процесс, и орбструктура, я рисую. Нарисуйте орбструктуру, нарисуйте бизнес-процессы, значит, и теперь нарисуйте, ну, там, нарисуйте информационную систему, которая, там, которой вам предстоит заниматься, какая она. А теперь нарисуйте все это вместе на одном листе. Они сказали, что это невозможно создать на одном листе. Ну, то есть, мы с ними поругались минут 10, они нарисовали это на одном листе, сказали, о, теперь понятно, как у нас все строит. Очень круто. Блин, мы же вспомнили, мы раньше сами там делали. То есть, ну, там, с людьми, с которыми можно разговаривать на этом языке, я еще, ну, как бы, у меня есть задача, чтобы они совместили все эти 4-5 кланов на одном листе, чтобы они, вот, увидели целиком это. Вот, собственно, вот так вот. Ну, я могу еще вам показать, как обычные ресурсы организации. То есть, поскольку, ну, это 60 игр, где-то по 10 столов, у меня есть там 600 рисунков. А вот, то есть, люди иногда рисуют организацию, как цветок. То есть, говорят, вот, у нас есть директор, мы тут ботинки делаем, там, у нас бухгалтерия есть. То есть, ну, как эти круги называются? Элер. 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 Да, другие. Значит, потом, если они что-то понимают про процесс, они могут нарисовать там какое-то такое представление, что мы вот тут сеем, у нас тут вводят, такое, антропоморфное. Ну, даже не антропа, а флоро-морфное. То есть, ну, там, дерево какое-то, поезд иногда рисуют. Не топор, короче, какая-то. Да, поезд. Не этим вот, компания Сапочка. Когда они, например, свою компанию, там, на одном из столов, нарисовали, как слона. Ну, это, походу, большеви не положатся уже. Значит, я потом стал смотреть, то есть, ну, для меня же такая прямая, очень тупая аналогия карты и территории. То есть, меня стало интересовать, а территория являясь таким невидимым объектом. Поскольку, ну, вот, с древних времен невозможно было подлететь и ее нарисовать вот в точности, как она есть. Там, с горами, с реками, там, с людьми и так далее. Были ли такие рисунки, когда рисовали карты? Ну, я нашел, конечно, там, Европу как цветок, Европу как животное, территории как животное. То есть, это вот такие прочные, ну, я не знаю, прорезанные в нашем мышлении способы рисовать сложный объект. Вот так вот. Европу как слона нашел? Ну, может, уже нет. А чего тут? Чего? Ну, вот так. Ну, а дальше можно уже говорить о том, что рисуют вот так, с структурами и так далее. Иногда когнитивные карты начинают рисовать. В смысле, майнмэпы? А майнмэп, это же дерево просто. Ну, дерево, но там в основе же не лежат только структурные процессы. Там в основе майнмэпы лежат какие-то концепты. У него как-то иерархия. Да кто-то, кто-то заслужен туда заслужен. Это вот аркструктура. Ну, типа, как, ну, я считаю, что они такие вот. Концепт-карты, майнмэпы. Ну, типа, как-то это бизнес-процессы, вот, скорее, похоже. Ну, майнмэпы есть ствол основной. Там есть, как бы, верхняя точка или нижняя, в которой все сходится. У бизнес-процесса, у концепт-карты нет одной точки, куда все сходится. Она, как бы, это такой сложный, связанный граф. Иногда рисуют, как дом. Сажают директора, там, на трон на крышке. Говорят, это не сов. Бог и царь. Какой алтарь. Слушай, а тебе, ну, я не знаю, как по-русски, знаком такой термин, как групп-тинк? Ну, в принципе, вот, как термин нет, я еще объясню, что на интернете коллектив-тинк. Что стоишь? Коллектив-тинк. Групповое нашли. Коллектив-тинк. Нет, это немножко не то. Значит, групп-тинк – это термин, там, с ярко выраженной негативной коннотацией. Это когда все в организации думают совершенно одинаково, неправильно. Вот. Ну, ты как-то сталкиваешься с этим, ты с этим борешься, если как-то борешься. Честно. То есть у них нет проблем с коммуникацией никакой, они прекрасно живут, и понимают. Они все не правы. Ты знаешь, Филек, например, я не знаю, об этом это или нет, он описывал очень интересную историю в книге о том, как возникают научные факты. Как-то она так говорит, типа, о том, как, какие могут быть неправильные научные факты. Интересно, а как называется еще раз? Я тебе пришлю просто ссылку. Он описывает, как в концлагере вырабатывали какую-то вакцину против какого-то вируса, и они изначально задали случайно неправильные условия по эксперименту, неправильные взяли параметры, а думали, что они правильные. И они проводили эти эксперименты и прям, в общем, так, серьезно, совершенно относились к результатам, отправляли данные этих экспериментов, не зная, что они неправильные, но следили за динамикой и делали какие-то научные выводы из этого всего. То есть, ну, вполне, конечно, такое может быть. Но я не встречал, чтобы все организации думали неправильно. То есть, я верю в силу коллективного мышления настолько, что я считаю, что в любой организации есть люди, которые что-то реально хорошее думают, и это хорошее, как вирус, может распространиться на организацию. То есть, проблему я вижу в том, что организации так устроены, что люди не общаются между собой, это самая главная проблема на 80% создающая все проблемы в организации. То есть, в открытых организациях, где люди, ну, там, кайфово себя чувствуют, могут друг к другу прийти, никаких таких проблем не возникает, у них в столовых и там, в кафе внутри этих организаций появляется общий язык, на котором они могут разговаривать. Если что-то, чего бы ты хотел от нас усудить со всем этим? Я бы хотел, чтобы вы применили этот метод в своей работе. Ну, вот, как ты уже метко заметил, мы в основном работаем в индивидуальном контексте, а не в групповом. Ну, то есть, ну, я работаю в групповом, я теоретически, наверное, могу завтра прийти, не завтра, просто завтра, прийти. Исуйте мне, как вы делаете слайды. Это же бизнес-процесс, да? Своего рода. Вот. Но я понимаю, что, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Ну, реально трудно алгоритмить. Ну, а тема слайдов – это что? Ну, вот, тема слайдов – это что? А они коллективно делают? Нет, конечно, коронавирус. Тогда это бессмысленно. Это имеет смысл только, когда мы рассматриваем... Ну, у меня там... Ну, для меня, Леш, вот то, что я поняла из этого всего равно то, что сказал Женя, он это произнес, прям вот, ровно так, как я это поняла. Мне кажется, что я бы, например... Ну, вот я когда села про это думала... А что он произнес? Он много всего произнес? Нет, вот последнее, когда он сформулировал, что мы переносим в разные роли человека. Мы отправляем его в будущее, отправляем его в прошлое и что-то еще. Ну, я вот поняла один вопрос. Сиспортируем. И чуть-чуть, и чуть-чуть, и она же нет. Ну, форсайт мы делаем, мы смотрим на будущий результат. Ну, теперь он может рисовать, лепить, что-то еще. Да, и он что-то при этом делает. И мне кажется, что это вполне применимо даже к индивидуальной ситуации. То есть, это же какой-то... Ну, я вот записал себе. Может быть, но нет, я просто взяла вопрос, что... В первый раз я попрошу нарисовать кого-то проблему ко мне. Чего-то придется проблема? Я попрошу его нарисовать эту проблему. Ну да. Посмотрим, что это выйдет. Я думаю, что в полчинке же это, ну, такая серьезная вообще есть история, что люди что-то рисуют. Я сам рисую. Или представлять себя в другой роли, например. Ну, вот у тебя есть какие-то идеи, как нам это применить? Я индивидуально его консультирую. Ну, или, там, вот такого группового, с которым я... Который не группового. Который... Ну, как бы, оно групповое, там, определенно... Нет, слушайте, но я могу проводить какие-то упражнения, используя синергии группы. Я могу им показать что-нибудь и спросить, что вы думаете, хорошо это или плохо. Или, там, выпишите, там, 10 причин, по которым это хорошо и по которым это плохо. Ты же... Ну, как бы, я и так делаю, но... Ты же не хочешь, чтобы они, ну, там, занимались тем, что они создавали презентацию. У тебя же более глубокая какая-то идея на этом совсем стоит. Чтобы они лучше увидели компанию. Или, там, допустим, или лучше передали какой-то смысл. Вы имеете право. Ну, скорее вот этого. Да. Ну, а если, чтобы передали какой-то смысл, ну, имеет смысл у них спросить, а что они подразумевают под тем, о чем они собираются рассказывать? Я закопаюсь так сильно, что не раскопаюсь. У меня... Ну, там, допустим, ну, дай мне название, или любой презентации. Вот, ну, какая есть. Какие еще презентации? Ну, вот бывает, не важно. Основно только дали. Сейчас мне поймут. Открыто что-то? Ну, что она открыта? Сейчас. Ну, еще надо делать так, чтобы этим занимались несколько человек одновременно. Чтобы увидеть разных взглядов на это вот. То, что обсуждается. Это если есть цель их все-таки по одному знаменателю привести. А если есть цель просто расширить сознание человека, то можно ему просто такие вопросы задавать. Там есть такая интрижность. По одному знаменателю. Определенные режимы мышления возникают только если есть другой. Да, да. Но это если есть цель и... Здесь на этом очень много как раз... Я, конечно, делаю все, когда минимум одна. Но, например, то, что я сейчас делаю, я работаю с первым лицом. При этом я с ним поговорю. Потом я иду в компанию. Я провожу групповой процесс. Хотя все равно индивидуально я разговариваю с каждым индивидуально. Но собираю какую-то картину. А потом возвращаюсь к первому лицу. И я для него выступаю представителем вот этой вот коллективной конструкции. Это популярный подход. В общем, я могу сказать, что у меня обычно участвует руководитель компании. Иногда он сидит с сотрудниками. Иногда, когда я чувствую, что у него представление о компании в разы детальнее, чем у сотрудников, я его прошу не вмешиваться. То есть он там где-то ходит, там смотрит, а лучше, чтобы вообще не ходил не смотря. Когда он видит результаты первого акта работы, когда люди нарисовали компанию, ему хочется всех. Серьезно? Почему? Ну ладно. Ну потому что он вдруг понимает, что они вообще не понимают, чем компания занимается. Это сложно нарисовать компанию. Ну ладно. Кто он рисует? Ему кажется, что он все нарисует. Нет, нет, если он это удивляет. Да-да-да. У меня есть такой пример из жизни. Я директор такой. Большой клиентец, который руководитель крупной государственной компании. И он собрал нас, своих друзей, для того, чтобы предложить совместный бизнес. Значит, вот там сидят приличные люди все с опытом огромным в работе. И для него важно связать несколько бизнесов и собственный запрос на дело. Значит, он вдохновенно произносит речь. В общем, мы так более-менее друг друга знаем. И я говорю, Игорь, остановись вот сейчас и давай спросим то, что в общем понял и то, что думает. И люди, значит, рассказывают, что они для себя поняли из того, что он сказал. Каждый, кто что думает, на мой взгляд, ну вполне такие приличные, адекватные реакции у всех. Он так голову обхватил и говорит, такое ощущение, что я сказал его ведро. Такая и есть устная коммуникация, такую же сторону. Очень большие потери. Естественно, язык не предназначен для придачи такого рода информации. Ну, я был бы рад, если бы вы мне сказали, как вообще такую штуку надо передавать. Надо ли её передавать в таком объекте? Нет, не надо. Как она масштабируется? Никак. Никому не говори, нигде не делай. Ты продолжай делать то, что ты делаешь, после вот этого никому не надо объяснять. Потому что непонятно зачем. Такое ощущение, что оно вообще никак не связано. С тем, что я делал. Да. Но я же резюмировал тебя. Да, да, да. И вот из всего, что было на доске, единственное, что вошло в резюме, это вот в правом верхнем углу набор контрольных вопросов, на которые ты смотришь, чтобы понять, нужно делать ещё одну итерацию или не нужно. Да. А для меня вот то, что Женя резюмировал, вылезло из вот этой схемки, где ты про человечков рисовал. Роль того-то, роль того-то, роль того-то, роль того-то. Потом что-то ты говорил про будущее и прошлое уже, когда Женя спросил. Но для меня вот та картинка, как бы, что ты расширяешь сознание за счёт перемещения в каких-то там ролях. И, ну, пытаясь нарисовать в каком-то другом формате, в общем, что-то сделать, касаемо твоей, вроде бы, привычной деятельности. Вот что такое? Для меня основной вопрос про это всё. Понятно, что для 70-х годов это было содержательно важно. Возникла сейчас разговор гипотеза, что это сейчас уже настолько не актуально, потому что все следствия этого уже для нас являются common knowledge. Мы это всё понимаем. Вот это всё способ мышления, который нужно, чтобы сделать некоторые выводы, чтобы построить, например, тот метод, который я сейчас с тебя режимирую, он действительно строится на основе этого способа мышления. Этот способ мышления для нас уже является естественным, и все необходимые следующие из этого метода уже построены. Я думаю, что да. То есть в 70-х годах это было ещё не так. Именно поэтому вот здесь, в Олимпийском, собираются люди 23 февраля каждый год, и туда ходить уже не надо. То есть, наверное, происходит. Ну, ничего там будет. Внутри самого метода, точнее того описания, здесь не видится какого-то спасительного смысла. Это просто не геология. Мы его уже нашли. Ну да. Поэтому непонятно, почему не приложить любой другой метод описания. Ну, с этим-то я согласен. То есть, например, любые другие методы абсолютно имеют прав на существование. Я вот недавно тоже рассказывал, ну, как бы, в одном сообществе. Значит, и мне товарищ один, который запубликается буддизмом, он, значит, говорит, это, на мой взгляд, ну, конечно, тронется другого. То есть, вот, ну, это вообще не так. Оранжевая чакра, она открывается. Ну, я так его слушаю и думаю, в принципе, неплохо было бы, ну, проверить на нескольких организациях. Ну, еще что-то. Ну, и что-то, если работает, ну, надо как-то брать на вооружение, экспериментировать. Сто раз провел, круто. А еще вопрос. А, как бы, с каким запросом к тебе обращаются? Вот. То есть, как бы, что на входе? Вот ты говоришь, что, значит, главная проблема – это люди не общаются между собой, внутри организации. Но это же твой взгляд. А в чем точка зрения людей, которые тебя наняли? Они что думают? Они… Подожди. Нет, нет. Это очень интересно. Ну, как бы, это связь с маркетингом. Они… Это самое… Они согласны с этим или у них какая-то вообще перпендикулярная точка зрения? Слушай, ну, обычно они говорят, вот у нас что-то не получается. Слышали, что вот есть такой вот игровой подход, очень крутой. А что-то это что, например? Можно попробовать, да? А что-то это вот что, например, не получается? Что не получается? Да. Да мне пофиг. Понятно, что тебе пофиг. Ну, им не пофиг. Ну, как бы, им не пофиг. Ну, как бы, им не пофиг. Кого нанимать, подо что? Понимаешь? Читая кейса. Ну, в общем, ну, допустим, там, компания, там, три года разрабатывают продукт, ну, вот, назначение которого я сам не понимаю. Да? То есть, ну, вот, при всей эрудиции моей программной. Значит, бук или несколько миллионов рублей, соответственно, ну, точно не меньше, там, шестидесяти. Угу. Вот. Ну, и говорят, ну, вот, что-то не взлетает. Я говорю, слушай, ну, может быть, вот, я так рисую мысленно вот эту схему, говорю, может быть, не проработан подход к потребителю, потому что потребитель не есть. Ну, потому что инвестор, он закрывает, он что-то про себя думает, да? Ну, он же является архитектором. Ну, ну, лучшие практики, там, им можно предложить, чтобы они встали в роль лучших практик, но, зная хозяина этого предприятия... Я не знаю, зачем и кому это нужно. Очень типичная проблема. Да. Ну, я говорю, ну, давайте посмотрим тогда. Может быть, мы ваших всех разработчиков поставим на роль потребителя. Пусть они опишут типичного потребителя. Ну, значит, пусть они подойдут к этому как потребители. Они, типа, хоть раз открывали как потребители продукт, они, типа, нет, не открывали, они только там пишут, там, дизайн разрабатывают. Я говорю, может, ну, там, они сформулируют задачи, для которых этот потребитель открывает этот продукт, и с этими задачами в него войдут. Если они там реализовываются или нет, он очень крут. Я понял. То есть, это какие-то бизнес конкретные, бизнес-проблемы, да? Ну, вот, если ты говоришь, с какими проблемами мы обращаемся, я говорю, конкретный пример. Ну, а иногда, ну, я понимаю, что, вот, например, взглядов в будущее нет. Или вообще... А как ты это понимаешь? На каком этапе? По лицу. Ну, я смотрю уже на них. Смотрю, а раньше чакры нету. Очень понятно, да. По лицам действительно много видно. Макс, а вот где там прошлое и будущее? Ну, есть еще одна схема, которая... Ну, я же боюсь уже рисовать. Схема называется схема шагоразвития. О-о-о. И она рисуется вот таким образом. Это уже не очень прилично. Вот так. О-о-о. Вилочка такая, здесь прошлое, здесь будущее. А настоящее, оно вот здесь вот. То есть оно такое неударимое. И мы говорим о том, что... Вау. Значит, и есть какой-то естественный ход событий, который вот, ну, приведет организацию к какому-то будущему состоянию. То есть это ситуация один считается, это ситуация два в будущем. А есть какой-то вот акт управления, который можно совершить, чтобы попасть в эту ситуацию быстрее, чем эта ситуация развивалась для естественного образа. И вот я считаю, что этот акт управления совершается коллективом, что нет никакого индивидуального управления директора по отношению к предприятию. То есть управление предприятием совершают все его сотрудники. Если они не выходят в рефлексию по поводу деятельности... Уборщица. Ну, если надо, и уборщица. Рефлексивнее дружица. Ну... А кто-то же вовсе. Ну, может, что турец является сотрудником. А то вовсе. То есть, если они не выходят и не смотрят на то, чем они занимаются, то, по сути дела, ну, такой неконтролируемый хаос, а директор думает, что он вообще чем-то управлен. Причем, меня как-то просили вывести уборщицу. Интересно. Может быть, она еще хорошо бы нарисовала Т3. По-моему, я тебе писал интервью этой тетке из Валва, которая очень жаловалась на то, что в компании так трепетно относятся к корпоративным ценностям, что никого вообще невозможно надеть, кто этим ценностям не соответствует. Включая уборщица. Она говорит, мне был нужен человек, который там, ну, типа, будет вещь перекладывать с места на место. Я не могу его нанять, потому что он должен быть там и такой, и такой, и такой. Мне почему-то вспомнилось интервью на каком-то химстерском сайте уборщица в каком-то гей-клубе, который рассказывал, как там вообще все. Это нормально с рефлексивной позицией, да? Ну, это интеллигентная мама-пенсионерка одного из сотрудников, но нельзя же внешнего человека набрать, потому что... Ну, это дезинциально? Конечно. Ну, обычно, если я читаю такую лекцию студентам британской школы дизайна, я прошу всех разобрать стол и попробовать друг другу рассказать, рисуя о чем шла речь, воспроизвести некоторые схемы. Хотите ли вы попробовать? Может, я тебя нарисую? Можно. Ах, Маша. Не пришла. На машину, не понял. Можно. Ну, собственно, как хотите вы попробовать, как это можно рисовать. Чувака, который первый раз нарисовал какие-то схемы, изображая схемным образом Вселенную, просто в петли объявили сумасшедшим. Он считал... А? Как? Не Гелилева, да? Нет, это один монах, я постоянно забываю, как его зовут, редко потому что произношил его имя. Ампец в Италии в 14 веке, он считал, что ему явилась Дева Мария и он попробовал схемы изображать там Вселенную, Европу, карту Европы в виде девушки. Из-за какой части сообщения его психушку упитут? Из-за того, что он нарисовал или из-за того, что он сказал, что ему Дева Мария? Не, ну, он реально рассказывал, что выявил Дева Мария, причем у него отсохла рука, значит, правая, и он, в принципе, ну, как бы считает, что он не мог нарисовать, а он отсохшую руку и ничего не рисовал, потому что он явился Дева Мария. Что ушло имя? Ну, и там, для меня это тоже вот такой вот шаг в истории цивилизации, когда там, известно, кто начал рисовать какие-то сложные вот такие объекты. Я хотел тебе просто сказать, ты начал говорить про карты, про карту метро, да? Ну, а первая карта, то, что мы считаем, карта Анаксимандра, она же вообще просто в тексте существовала, то есть она не существовала и нарисовала. Ее нарисовали очень поздно, по-моему, там, в 10 веке. То есть, конечно, у вас, наверное, всего, не лежит текст. Спасибо вам, что на рисунке вот примерно то же самое. Да, ну, очень важная вещь. То есть только в 21 веке, буквально недавно, появились такие риски флюкчартер, чтобы не рисовать на скалах очень какими-то... Ну, как нарисовать на скале-то? Вот же, ну, вот... Ну, если реально... Повеси на нее флюкчартер... Появились маркеры. То есть... На песке рисовать? Сейчас, ну... Ну, такие специальные... Как и ческетчики. Ну, это же очень... Такая же сложная штука, как разговор. Смотрел фильм «Герои»? Смотрел? Там... Как раз было, вот, как китайцы тренировались эти самые иероглифы рисовать, бумага дорогая. И у них такая песчаная, это самое... Ну, как бы... Такая маленькая песочница, по сути. И они песочницы рисуют на песке. И потом так, жик-жик, так тылется. И она все очищается обратно, и снова рисуется. Вот. А эта штука, она подразумевает, что такие вещи сохраняются. То есть их можно сохранять. Давайте попробуем завтра какое-то упражнение, что ли, сделать. Чего бы сейчас? У нас есть время, да? У нас еще час. Ну, я бы все-таки вот предложил в течение 15 минут рассказать друг другу, разделившись на две группы, что здесь было. Ну, не сделай, но давайте поймем, что дальше. Да, я бы предложил рассказать друг другу сам этот подход. То есть, ну, за 10 минут он, наверное, получится очень короткий и, как бы, будет выложен важно. Вот. И потом можно будет, да, сделать из этого упражнение или подумать, как... Как обсудить, ну, какую-то, вот, текущую задачу и представить ее вот в виде такой схемы? Мне предлагаю не рассказывать подход. Потому что он, как бы, зачем? Понятен? Ну, нет, ну, не то, что он понятен, он просто... Он не нужен. В смысле, что он избыт очень. Да? Ну, окей. Значит, друзья, тогда перерыв. Ага. Пять минут. Подождите, давайте попробуем понять, как будет самое... Перерыв? Попробуем, да? Да, окей. Всем окей. Окей. Или сначала понимаем. А что понимаем? Можем ли мы сделать это упражнение? Упражнение из этого? То есть, перерисовать вот все, что... Ну, нет, нет, нет. Вот в том-то и дело, что нет. Ничего себе. Вот плохо, чтобы не скудить это все. А, еще у меня было такое, как бы, ну, вопрошение собственное к тебе же, к Антону. То есть, если все понятно, как это все устроено. И более того, это реализовано во многих компаниях. Ну, и там, грубо говоря, в олимпийские ходить не надо, потому что, ну, в общем, это все уже вот в воздухе витает во всех хороших компаниях. Так делают. И играют, и, значит... Нет, все не хорошо, и консалтеры так делают. Говорим, что они ничего в мире подобного нет. Не-не-не, игра — это совершенно отдельная штука, похоже, не имеющая вот к этой штуке никакого отношения вообще там. Ну, вот слышим, да? Я говорю именно про то, как мы мыслим про деятельность. Мы про деятельность мыслим как. Потому что, действительно, методоложцы заложили то, как все примерно консалтеры, условно говоря, социально близкие присутствующие здесь, мыслят про деятельность организации. Мы в этих терминах мыслим не всегда это так называем, но нас уже, уже нас с тобой много учили так. Ну, собственно, что-то похожее пришлось с Запада. Ну, да, потому что это просто здравый смысл. Ну, да, на Западе развивалась тенденция. А кроме того, да, действительно, оно на Западе развивалось существенно быстрее, чем в Советском Союзе и в России, поэтому, как справедливо говорил все время Левенчук, американцы уже давным-давно обогнали на 77 световых лет. Ну, если смотреть историю, конечно, которая там с СПС и всей этой штуки, то получается, что самая сильная управленческая школа в России – это спецслужба, конечно. Опираются ли они на эту парадигму в своей работе? Ну, да. Есть там четвертая, там, детка одна, которая работает, мне кажется, с людьми, там, которые… Я не очень с ней знаком, да, есть люди, которые работают на одной конференции, там, спасибо, все крепкие, молодые люди, там, в этих терминах примерно обсуждают деятельность. Но тоже, как бы, говорят, что есть проблемы, которые они не могут решить. Ну, мне то ли непонятно, то ли не честно, у меня это бесконечно. Ну, я всегда люблю, когда в консенсии есть какой-то вот выход на следующий уровень. Почему она такая, да, то есть закон гармонии, который идет вот сверху. Здесь я его не вижу. Ну, окей. Ну, пока, я думаю, просто вот так вот не сформулирую. А он, да, он есть? Ну, не знаю. А вот это вот… Там много чего. Непонятно. Много чего надо читать. То есть где-то божественный закон, да? Да. Может, где-то пропрёт. Божественный закон, там… Я не договорил. Так вот, а что теперь делать с системой образования, если мы все это знаем? Это Песков. Да? Ну, а вот вообще-то вот… Серьезно, это Песков. Может, об этом не знать. Песков об этом? Да. Да. Ха-ха-ха. Я себе возьму чат. Лёха, я тебе отдаю борозды руководству. Да чего? Перерыв 10 минут. Да. Хватит, перерыв. Мягко. А чат, я не попробую. Пока не попробую. Еще не позвоните. Архитектор перерывал. Да. Ха-ха-ха. Слушайте. Вопрос. Смотрите. Я не учусь, что в следующий раз бой кондиционеров, но, возможно, через раз бой кондиционеров. Это как бы первое. Я хочу сказать, что кондиционер, все нам нужно в этом, не добавляют свежего розыжа. В этих паркетах. Вот он. Ну, как бы, может быть. Система циркуляции или как там, циркуляция? Система это слишком. Что-то чуть-чуть попарили, а то что-то другое. Вот, это раз. Второе. Скажите, лоска нужна в связи со всем вышесказанным? Ну, как полезна ли такая вещь, как-то много в клевчат, как бы, вы видите, ну, такой, его нужный скотчем каждый раз. Прилегает. Это неудобно. То есть, рисовать что-то во время обсуждения, это не такая уж и плохая идея. Мне кажется, что это очень хорошая. Доска – это всегда хорошо. Вот. Ну, ты что? Нужна доска? Да. У меня все равно. Все равно. Леша, у меня немного подсосит. Да. Слушай, ты про нашу, да, чай? Которую могу. Нет, нет, не вам. Вообще, как вам кажется, да. Вообще, мне кажется, это хорошо. Хорошо. Ну, непонятно, когда она нам может понадобиться. Она или что нас запретет в голову. Я понял. Я так, допустим, сюда, наверное, ее влюблю, да, то, что здесь экран. Куда-нибудь левее я тут буду. Или куда? Больше нету, да? У тебя здесь нет другой стены? Нету. Да. Ну, просто стоит. Тут, блин. Здесь не шоу, блин. Просто стоит. Тут очень конечные деньги. Ну, там еще должен быть и человек, который… А сверху? Да. Он теперь по-любому должен прийти. Да. Вообще. Главное – не писать на доске, не снимать. А я просто не куплю. Вот перманент. Вот перманент. Вот опять принесешь. А, кстати, наверное, есть же детектор перманентного маркера. Да ладно. Сникер себе. Нет, мороженое там. А, это мороженое. Там в пакетти черного, прямо на столе слева. Куча мороженого. Еще в морозилке есть немножко. Я сглак. Ну, два, я сглак. Я сглак. Самый злакий план. Ой, сейчас, пожалуйста. Ты че-то прямо исхудал. Я не исхудал, мне очень комфортно. Я вижу, что тебе комфортно, но ты че-то прямо как-то исхудал. Я сам иногда на себя удивляюсь и думаю. Я столько весел. В один сна. Ух тыжка. Ты хочешь его себе забрать, да? Там еще. Ты че сглак. Ты че сглак делать-то теперь-то? Да вот непонятно. Потому что, ну там, идея рисовать проблему, она сравнительно. Идея на счет того, что развитие, подбор знаков для других каких-то. Вот уже индивидуально тоже. Ну, зачем так? Лена Волокова. Вы здесь сейчас видите? Нет. Это Макс. Макс, ты говорил, что развитие мышления, когда на несколько много слов приходит один знак? Да. Это может быть индивидуально. Я вспомнил. Да. А что это? Индивидуально. Я не помню. Ну, теоретически, я согласен. Только, как бы сказать, дело будет не в знаке, но в том, что логически появляется новая единица. Знак это, как бы, делает? Ну да. Ну да. Ну, то есть отслеживать процесс появления новых онтологических единиц. Ну нет. И всё радостно. И причем, что интересно, что иногда вот эту онтологическую единицу как бы вводят изгне. То есть говорят, например, есть такое явление, и вы его знаете. А вот это обратный процесс. То есть он ничего им не говорит, но они как-то сами. Не, ну просто если мы берем там разные люди, они несут разный взгляд на систему, да. И уж если они не несут разный взгляд на систему, там сходят свои позиции, их можно поставить какими-нибудь кастомеров или инвесторов, и они тогда уже, ну, заговорят, ну, понятно. А мы просто думаем, что можно индивидуальную разработать. Да, я правда, всё понятно. Мы думаем, что можно индивидуальную разработать. Но мне вообще понравилось, что Макс вообще поставил этот вопрос, что, может, индивидуальную разработать. Макс. 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 что там где он заболел он после этой терапии будет ненужен потому что он начнет думать другими смыслами после такой работы результат не стучали бизнес консалтинг естественно это не обязательно так почему ну то есть даже в организации есть куча топов у каждого свой коуч они получше находится кому-то одном информационном поле я могу дополнить напомнить пару кейсов когда результате работы топы присутствующие в этом помещении говорили а ну и нахрен с организацией да нет это не вопрос но при всем при этом это скорее исключение чем правило да и если это именно вот такой работа внутренняя да то это было примерно 50 50 ну возможно бывали ну не знаю как он делать стоят там не леви и марсин мне более чем уверен что каждого топа марса есть там свой буты коуч каждого регулярно очень или по телефону как следует коуча не всегда не прям такие регулярно ну ты что-то нет но у самов топов обычно есть и ну что-то скучно но так и вечера на что он бегают и делают всякие экзекуции ну по сути то что уже не рассказал как он коучит вот эти первые лица ну по сути мы как печаль вот делаем то что только первые лица окей у меня вот какое предложение я просто думал что я прошу клиента нарисовать проблему ну и дальше будет вопрос там ну семантики да как в каких терминах ее рисовать может быть мы просто будем сейчас тогда обсуждать организационные проблемы я там не знаю что мне обсуждать организации кроме вот этой конечно мы же не связаны никакой деятельностью связан деятельности только мы ее назвать никак не у нас кружок как бы в кружке нет общего проекта там есть предмет извлечения у нас есть одно общее это алексей то что нас объединили спасибо что на мороженое да мороженое лучше конечно да ну как это да был комикс такой с Дилбертом там ВОЗ как говорит на собрании что мы пересмотрели корпоративные ценности нашей организации и решили привести их в соответствии с действительностью мы раньше говорили что люди у нас на первом месте теперь это больше не так ну и его спрашивают а что же на каком же месте люди так как на седьмом я говорю а что же на первом ну и дальше шла шутка которую я до конца не понял но я просто дословно скажу что он сказал carbon paper то есть копирка я не знаю это какой то абсурд но ну старый потому что наверное были времена когда копирка была какой ценностью но это уже в эпоху интернета и все орали что не надо ее тратить с горячок может быть ему недель 10 максимум 10 недель оттуда хрена я не знаю на миру не был даты но вряд ли он очень старый ну то есть вот можно по это самое пообсуждать какие нибудь а у всех есть организации какие то которые можно обсуждать ну на самом деле какая нам разница нам не обязательно организации но я пробовал город рисовать город мечты город будущее когда нечего рисовать люди вообще разные они собрались и разошлись надо показать как отработать тусовку в клубе можно рисовать люди собрались и подошлись ну вот город город тоже нет в котором хочется жить это про будущее это такой форсайт это форсайт такой да ну просто вот так если бы ты проектировал город как бы мы его спроектировали я так понимаю что смысл вообще это происходящее чтобы у группы появилось некое общее видение может быть мы общее видение человеку чтобы произошло столкновение разных представлений этого ну как бы если брать за цель ту которую я озвучил еще в первый раз которую даже никто не помнит про это самое трансцендент там еще приспозitions which are deemed to be untrue, dishonest or unjust помните да? мне больше понравился последний раз что быть менее неправдыми быть менее неправдыми тут не все были поэтому я видимо какой-то следующий раз об этом расскажу articulating, questioning and transcending presuppositions that are judged to be untrue, dishonest or unjust то есть цель такая да? как бы приблизиться к правде да? и вот 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 самое здесь это происходит на столкновении разных как бы мнений один говорит что такая ситуация ну не то что он говорит он просто рисует исходя из каких-то предположений и тут все видят что он рисует из других совершенно предположений чем я бы это нарисовал да? и в этот момент происходит как бы понимание того что мы не согласны на каком-то более глубинном уровне чем просто эта картинка да? ну вот и мы еще это и называем игра потому что если это происходит в рабочем совещании то они могут побить друг друга или там один на другого обидится скажет он меня хочет подсидеть там что скорее всего так а так у них игра то есть они вольны говорить все что угодно у меня такие игры бывали я в общем шоке был от людей которые взрослые то есть это один из способов вообще у коллектива обнаружить смысл своей деятельности смысл деятельности каждого отдельности смысл деятельности организации вот ну не единственный наверное способ а можно семью еще брать она же тоже ну социальная какая-то да? семью ну как модель нет ну ну тут какая здесь присуппозиция она была озвучена в открытую что человек это социальная единица он сам все не существует вообще он существует только взаимодействие с окружающими людьми бессмысленно как бы его одного рассматривать его нужно рассматривать нет вот с этим я не согласен а кстати а вот с ну там еще другой точки зрения я не согласен что бессмысленно его одного рассматривать его нужно в каком-то контексте в связи там с другими людьми вот и какая разница какой-то контекст семейный контекст точно так же подходит организационный мне было одно слушать британский что-нибудь дизайном я вот примерно такую лекцию прочитал у меня там было три лекции она меня на следующей лекции сказала что вот ту схему которую вы нам рассказали что они не понимают друг другу тут две позиции разрыв понимания я объяснил своему мужу ну типа вот ее положили в основу семьи да будет так я думаю закончить я объяснил свою мужу и был секс и и без этого взять все что угодно и сравнить свое внимание относительно здесь давайте возьмем коммуникацию ой слишком вообще нужно какой-то более конкретный они же не рисуют обстоятельства он попросительную коммуникацию все равно нет может какой-то конкретный коммуникация с конкретным человеком мы там же не конкретную организацию рисуем если мы начнем вообще организацию рисовать это будет бесполезно кружок будем рисовать мм давайте вот этот вот этот там тоже стружка начинать оно всегда знаешь палка-палка огуречек а как еще раз макс кружок назывался московский металлогический кружок макс а правда просто ммк когда говорил я каждый раз думаю какую магнитогорскую металлур я сейчас применю у тебя за знаком ммк вполне определенный объект я инженер металлур это это все это давайте разберем стол ой желтый ну почему не надо задать давай ну неудобно надо чтобы все участвовали что нужно на следующий что что понятно что там у тебя проложение это можно оставить и и все это только начало мальчик да я понимаю да понимаю а вот да как что там нормально мальчик то есть что там вообще да еще не пользуется я я думаю я думаю в компанию ну там слушаю какую-то у вас вот так вот я говорю ну скажите как они мне рассказывают и все понимают что это скучно вот я спрашиваю скажите а какая цель у презентации они говорят ну проинформировать вот и тут ну я могу сказать что информировать нехорошо надо призывать чему-то вот но можно полностью пропустить это да потому что обычно он сталкивается с каким-то сопротивлением я сразу спрашиваю хорошо а аудитория это зачем и естественно что они не могут ответить на этот вопрос совершенно ну потому что как бы та парадигма из которой они исходят не учитывают интересы аудитории вообще никак грубо говоря ну ладно не важно ну то есть ну вот можно предвидеть ответ значит отсюда есть вот customer focus хорошо скажите а почему еще этот вопрос может работать он работает ну то есть он полностью взрывает мозг ну зачем это аудитория зачем это слушать людям хорошо вы их информируете а они зачем а он работает что ты подразумеваешь по тем что он работает они начинают сразу гениальные какие-то мысли генивить они ну они сразу понимают что нельзя так цели ставить они понимают что они короче неправильно да что это самое при постановке целей надо каким-то образом учитывать интересы людей которые до этого они об этом не подозревали да это был у них гэп blindspot не знаю как угодно назови ну то есть у них была какая-то присуппозиция которая была по струде зона стороны вот и что объясните мне почему этот вопрос работает он не всегда работает если люди изначально уже работают с такой позицией что мы хотим сделать клиенту что мы хотим им сказать в смысле аудитории зрители клиент говорит он с тобой начинает диалог с этого то зачем им это слушать они они изначально уже начинают тебе это рассказывать но ты видишь в том что вроде бы в том что зачем это слушать может быть это как-то скучно может быть это нечинное тут уже другие вопросы не задавать ну а почему вы считаете что никто не сделал да тогда где-то тебя потерял я не думал не будет работать вопрос когда клиент уже мысли мысли с точки зрения аудитории что ей дать нужно ради нее вышел на сцену да ну тогда они просто отвечают за вопрос на работе этот вопрос работает на что ответ на вопрос от содержания презентации у них уже есть какая-то презентация вот это то есть ключевую из какого просто стоит презентации да это то и из чего я поэтому вот это у тебя работа не у них работать начинают из того как они сами чудо вот то есть ты мне говоришь что это на самом деле не вопрос это как бы грубая манипуляция это говоришь да ну то есть обучение они через этот вопрос понимают о чем надо вообще говорить я что-то такое знаю про содержание в этой области что я этим вопросом их навязываю предназначено что здесь является коммуникация ты знал что презентация работает когда эта презентация отвечает на вопрос зачем это надо мне кажется потому что всех есть страх облажаться этот вопрос мне кажется намекает на то что вы можете облажаться если не знаете ответ на этот вопрос да как бы эмоционально как бы мандраж наступает и они начинают думать давишь ты на людей видимо ну я помню просто наше состояние с Витей как бы сразу представляются лица аудитории с вопросящими глазами какого хрена вы нам тут чужиту рассказываете тоже никто не хочет облажаться на сцене чувствуете да какой-то другой парадигма вообще из трех ответ позиционный переход Лена это да вот из терминных NLP это запускает позиционный переход да первая позиция это я как я вторая так я как другой человек или я представила как я уже там стою на этой сцене ну это скорее я как другой человек они вспоминают что они когда-то смотрят тоже презентации они понимают ну вот я не факт ну я не это даже не могу то есть я например не представляла как я смотрю я просто представляла что лица аудитории с вопросом у нее никакого позиционного перехода не возникло но твой ответ вообще совершенно правильный не ну тут как бы не по что с точки зрения ни какого факта как бы не виден ну в смысле что у тебя там конечно есть относительно себя когда ты меня задавал такой вопрос ну мне просто казалось что я про это думала но все таки я про это думала кажется через то что я хочу рассказать и, как я считаю, что людям нужно, а не через то, за чем на самом деле это может быть нужно. Ну, короче, я вроде бы думала, но, кажется, я всё равно думала из своей позиции. Мне кажется, это то, что в самом начале. Интересно, я никогда об этом не думал. Конфликт, как говорится, позиции того, что ты считаешь? Я просто долбил. Ну да, вот, наверное, да. И конфликт того, что, типа, а на самом деле... И ещё мы это в группе пообсуждали, и появилось много других точек зрения, зачем ещё это может быть нужным людям. Окей. Мне кажется, если есть понимание в двух раз так, что зачем это может быть нужно, то у человека появляется благотворение, потому что он понимает, как намного лучше сделать эту презентацию, как это будет работать, если он находит вот эту вот потребность. А с другой стороны, мне кажется, что может такое случиться, если это совсем какая-то вот не нужная презентация, какой-то, какой-то, какой-то такой, ну, состояние, как, блин, нафига это делают. Даже не понятно. Да, да, да. Ну вот второе-то у них как раз и возникло. Мне кажется, что сегодня, что это просто не надо сделать вообще. Да, с другой стороны, если там есть, ты понимаешь, в чём это connection с аудиторией, да, и воодушевление. Мне кажется, мне кажется, это, да, вот подвергает вопросу, а нужно ли это вообще? Ну, в чём это нужно? Ну, от ответа зависит. От ответа зависит. А не важно, ты просто, ему приходится, мне приходится, если он мне задают этот вопрос, мне приходится отвечать, это вообще нужно кому-то, кроме меня или нет. Ты такой вопрос себе не всегда задаёшь, а тут он… И это, опять же, про, ну, такое, про то, что… Важный момент. Важный момент. А нужно ли твой бла-бла-бла вообще кому-то? Ты задаёшь такой вопрос, появляется сомнение, что вот тебе, например, это было бы не нужно. В этом, может быть, это не нужно. Кстати, так кажется, когда-то его задают. Что за фигню вы хотите рассказывать? Вообще кому-то надо. Знаете, ещё такой же вопрос есть, а купил бы я за эту сумму, за которую я вот назначаю, да? Ну, там, какая у тебя ситуация, какой-то за него ходит. Вот столько-то. А дальше ты сам себе задаёшь вопрос, а стал бы я покупать вот этот товар, да, за эту сумму? Ну, то же самое, по сути, техника такая же. То есть, я задаю себе вопрос, по сути, я становлюсь этим покупателем моего продукта. И пытаюсь ответить, ну, подождите, ну, нормально, да, откупил я. Ну, окей, всё, хорошо. Значит, имеет смысл. Ну, то есть, этот же вопрос меня переводит на… на позицию вот этого клиента, ну, или зрителя. Хорошо. Я просто в какой-то момент понял, что задавание вопроса, почему это работает, оно очень здорово позволяет вытащить предпосылки, из которых человек коммуницирует. И вот если избрать сегодняшний процесс, то я уверен, что, ну, предположим, что он как-то работает там, у каждого будет какое-то своё объяснение по поводу того, почему он работает. А у меня, кстати, совершенно отдельно есть люди, которые не в одной из ваших пересекаются. Ну, там частично пересекаются. Ну, на самом деле оно очень близко к тому, о чём Лёша говорил, о том, что есть какие-то уровни этого самого взаимодействия с людьми. И люди, которые… ну, и люди, которые делают презентацию информационную, они её делают там, исходя из там, скорее, актуальных целей. Вот. И цели там более высшего порядка – это какие-то цели вот уже человеческого взаимодействия, и там уже вопросы справедливости возникают как бы. Ну, когда обмен должен быть однозначным, да, я что-то говорю, люди слушают. Если у меня есть зачем своё, у меня должна быть своя собственность. Слушай, а вот интересно, я просто не стал высказывать своё мнение, ну, потому что, ну, как бы, не хотел сбивать вот такой настрой, потому что у меня какой-то сложный ответ был. Потому что я вопрос «Зачем?» задаю, я считаю, что это функциональный план. То есть, если человек способен ответить на вопрос «Зачем?», это значит, что он осознаёт свою функцию в кооперации с другими системами. Понимаешь, да? И ты сейчас фактически говоришь, что я осознаю мир кооперацией, и если я знаю ответ на вопрос «Зачем?», я знаю, какое место в этой кооперации я занимаю. То есть, какое у меня колёсико, которым я цепляю другого колёсика. Ну, ты говоришь «Мир как взаимодействие», и «Зачем я делаю для одного, чтобы это взаимодействие осуществить?» Ну, в общем, я не знаю, как всё это вывод. Я написал для себя, что перевести, по сути, ну, неважно, как бы, это может быть вопрос «Зачем это зрителям?», да? Это может быть вопрос «Зачем это зрителям?», да? Ну, на каком-то базе. Ну, потому что они плохо себя чувствуют, если они будут употреблять вещество или, я не знаю, там, печенье. А дальше, ну, и вроде бы всё понятно, но он ответил «Зачем это зрителям?». Ну, вы понимаете, что это бред, в смысле того, что печенье и так производили и производят, да? И я в этом случае задаю, например, вопрос «А зачем миру ещё один или зачем на рынке ещё один продавец мороженого?» Или производитель мороженого, да? И человек говорит сразу «Опа, подождите, ну вот зачем?» Ну, потому что я могу это делать лучше, круче, дешевле и так далее, да? То есть вот слой, слой типа того, что все люди плохо страдают, если, там, я не знаю, что, не едят витамин С, да, начинается с нга, я решу эту проблему, он, предположим, может быть на каком-то этапе, да? И человек говорит «А, вот о чём я буду говорить, я буду говорить о том, что если вы не будете есть витамин С, у вас будет нга». А если он тоже знает, надо его перевести на следующий уровень, вот уровень выше, и каким-то действием, вопросом, я думаю, с вопросом, кейсом… Развитие, да, это перевод на следующий уровень, хороший вопрос переводит на следующий уровень. Да, да, да. Это всё исходит из концепции, что есть какие-то уровни. Ну… Я думаю, что я отсюда. Вот. Но… Состояние. Вот это вот. Угу. И там точно так, да? Всё. Всё. Мы готовы обсуждать это бесконечности. Вопросы? Как находить эти вопросы? Ну вот видишь, следующий вопрос, а нужно ли знать эти уровни? Потому что тут получается, что я знаю, о чём Леонидович сказал. Что я просто знаю следующий уровень. И я их своим вопросом на этот уровень выталкиваю. А были я задать какой-то вопрос? Да я не знаю, какой это уровень. Нет, ну кажется, это говорит, нет. Иногда получается… Я, кстати, обычно, когда я тоже рассказываю, я говорю, что… Это не стихо-моё, это не стихо-моё, это… Это не стихо-моё, у меня инструкция в люди. Это… Это римский император Марк Аврелли говорил, что любой человек с 40-ка годами знает всё, что было, что есть и что будет. вот я стрелился и снова поумирали и нет сорок раньше чтобы он знал что было что есть и что вывод на новый уровень это как раз и вот на то место где вопрошающий уже был а вопрошаемый еще нет смотрите но есть же еще один вариант когда он показывает бойц вот эта концепция возможно что это все один уровень положено нет 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 дурацкий день хотелось бы слушать только с позиции сверху совершенно но иногда бывает ну вот можно не выводить нас а чур и морская учебу смотри сюда даже если понимать уровне вот тот вопрос который говоришь из оранжевого зеленый а вот я знаю один ссори почему-то клиенту это рада хорошо я знаю один это чтобы кейс одну ситуацию когда происходит без того что кто-то прыжок вверх прыгаешь куда-то и не знаешь будет там уровень или ты разобьешь как бы башни лет и за конкретику да как вот это какой-то кейс более если не знаешь от его чувак там вы не расскажи покажи там что-нибудь прошлое и потом посмотри что будет ну да выйдет в не знакомую для себя ситуацию где может быть выигрыш а может быть уязка панели пропал да и эта ситуация когда вопрошающему достаточно видеть что перед вопрошаемым стоит задача выйти куда-то в неизвестное но оба не знают что там и вопрошающий просто типа показывает что можно туда пойти типа давай вот как это сказать выстрелим а потом дальше посмотрим кто зашевелится и откуда у нас начнут стрелять выстрелим неизвестно куда уйди с работы а там что-то добудет ну за разряду да то есть уволиться никуда просто другое как вот это понимаем как вот это вот эту херню которую надо сделать то неожиданную как ее сформулировать как понять что вот именно ее нужно делать а не что-то другое почему уйди с работы может быть наоборот уволь босса именно так останься там сам за его место сессия прошла то есть все равно да действительно нужно что-то знать какую-то есть собственно смысл прыжка веры как раз в том что никто из участников коммуникации не знает что там ну потому что ты говоришь на я надеюсь что это не ситуация скрыгнутся тут 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 лёш можно я задам вопрос я не очень понял вот тот вопрос который ты начал сюда если я правильно услышал обязательно ли какой-то развивающий вопрос может быть задан из менторской позиции или или не про это вообще про это или или может ли это быть на менторской а не обязательно из менторской то есть это что-то обязательно или не обязательно ну вот то что сейчас он сказал это не обязательно кроме ситуации когда подожди а вот этот вопрос который кейс приводил а чего боялись это же не менторская позиция чистой воды это просто интерес со стороны ну случайно ему повезло ему повезло ему повезло ну например вот когда мы обсуждали когда мы обсуждаем вот эту твоя твоя вот это нарративная нарративная ну короче вот эти четыре седни да я из этого запомнил одну забавную вещь когда там все говорили про эффекты когда там все говорили ну эффекты я просто попробовал через день там была сессия с клиентом и я ему предложил начать описывать все что он хочет донести до зрителей с позиции что тебя занимало вот просто зачем ты это делаешь тебе что-то занимало и поэтому ты хочешь это делать и он начал вот просто поток сознания полился великолепный контент пошел кстати тоже отличная презентация человек какой-то друзья а все а все он перечислил начали мы с ним общую как бы что его в целом он мало да а потом частности конкретные детали знаешь ну там не туда полотенце кладет не туда цель и так далее вот и классно это сработало в том случае ага но это же не было менторское не был не был менторский вопрос вот что тебя вообще тут ну не было интерес такой вот нет это знание что что то точно есть это какое-то человеческое ну да это просто интерес искренний человек услышать ну а что тебе так вот палит то это все если на самом деле возвращаться к моей вот этой вот а это был развивающий вопрос развивающий для него в смысле того что он вдруг понял что и как он хочет сказать ну окей да да у него появилась большая ясность у человека потом он смог рассказать в одном предложении ну там они работают с большим количеством крупных организаций а они сами не очень большие там 40 человек и они говорят на стороне клиентов постоянно меняются люди а таких людей может быть много он говорит приходит новичок на проект и он начинает и так далее он говорит выносит мозг едят нам мозг как-то надо это решить это занимало все то есть новички едят мозг его небольшой команде новички со стороны клиентов вот и он хотел бы объяснить как не надо себя вести чтобы ничего не ломать а почему ты вообще думаешь что развивающий вопрос может быть из менторской позиции я? Дмитриевич я не знаю ты так думаешь ты говоришь сильное подозрение что это так что это не так я просто не знаком с термином менторски я просто предполагаю что это тот кто чуть чуть больше потому что я знаю там я знаю какой следующий уровень ну и словно говоря когда ты задавал вопрос что тебя заебало ты тоже понимал что ответ на этот вопрос может человека приблизить к осознанию к цели то есть я направленно развиваю человека в каком-то направлении я не знаю что ну хреново я не спросил что болит то все ну там не было вот этого что я дальше что думаю тут в силу вопросов все таки а не Лешиного менторства вот в данную ситуацию я прям вижу вот такую картинку в фейсбуке давай давай что тебя заебало то есть ты ну там реально выход на следующий уровень это охренелый вопрос особенно после вопросительного взгляда я это нет уже ответ я был однажды на тренинге где с этого все начиналось да просто напишите 10 вещей которые вас раздражают серьезно да ну ты раздражаешь конечно иной иной это довольно да иной потом он заменил на слово достал достал да веришь только что ну в общем я не вижу связи между менторской позицией и развивающими но потому что ну как бы там могут быть определенные закономерности но кто угодно может подойти задать мне вопрос там не знаю ребенок который вообще да и этот вопрос ну а он не знает ни какого следующего уровня да что была разница между ребенком и поэтом да знаете что ну или как бы ребенок случайно поэт систематично слушай а нас это интересует может быть такой вот вопрос по сути нет ты задаешь другой вопрос да это в одном случае целенаправленное изменение в другом случае спартанное но оно может быть и тому окей можно ли это делать профессионально давайте давайте вопрос скорее но можно в этом то и есть в общем профессия ну то есть может не знаю находящийся на следующем уровне задать вопрос так чтобы гарантированно что-то изменилось конечно тоже нет ну не понятно но всегда намешанный случай и этой самой позиции нет там всегда какое-то сочетание слушай а что ты думаешь вот по поводу того что такие вопросы заданы из другой позиции да ну по сути дела что тебя заебало тоже там где-то надо же дойти до этого вопросы то есть они выводят в рефлексивную позицию и заставляют сверху посмотреть на свою деятельность со своей точки зрения с другой точки зрения но точно совершенно преднимают вот за волосы что типа а что ты делаешь ты говоришь в чем она у тебя включается ответ на вопрос может спровоцировать это будет такой сам по себе ну я не знаю просто как в тех школах которые здесь есть да присутствие реализуются но вот наши это точно вот рефлексивную позицию проблематизации я вот согласна тоже с Леной что мне кажется он не связан все таки потому что не всегда менторство потому что есть бывает такое что тебе вроде бы ты очень хорошо знаешь в какой-то области и тебе человек который в ней ничего не понимает задает какие-то вопросы просто потому что он в ней не понимает они вроде бы простые и банальные тебе кажутся но ты при этом отвечая на них как ребенка пытаешься объяснить почему небо голубое ну это то вот чем мы остаемся ну типа того ну нет тут Женя говорит о том что ты как бы при этом разбираешься в презентациях и поэтому ты понимаешь что ответ на вопрос про аудиторию выведет человека точно туда куда надо это я могу с презентационной позиции задать вопрос про бизнес ты можешь не понимать в этот момент действительно про бизнес задавая вопросы вывести поэтому мне что тоже кажется что не всегда ты можешь кстати мне кажется прикидывает это было больше похоже на тот самый Leap of Face ну то есть я не знал будет ли эффект или не будет почему бы не попробовать ну мы вроде как предыдущие говорили я сказал что хотел бы это на конкретном кейсе разобрать будет работать или нет ну вот один вопрос работает хорошо да все остальное тяжело вытаскивать ну для больших камней информации то есть для не личных не личных контекстов на меня работает ну то есть у меня разные штуки работают когда мне люди и не с и не с более там высокого продвинутого уровня задают вопрос он меня там сподвигает к правильным мыслям мне кажется что иногда это может влиять на скорость ну то есть когда человек с ну понимает про что я глубже но он уже там в жизни в этом плане больше познал он меня за пять минут приводит к ответу а когда вот человек типа на том же уровне он с мной достаточно долго из состояния незнания хорошие вопросы получаются играешь в игрушку из этого да 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 ну то есть там вроде как интуиция обостроится может быть но вопрос на терминале какая-то карта или достаточно компаса а что будет компасом если карта понятно это знание этих уровней хотим а компас это что чёрт его знает надо как будто это система кардинал ну мне вообще не нравится конечно всё равно история про уровни потому что уровни это когда есть какая-то вот где-то вверх а он же у каждого свой то есть тебе не нравится уровни это граничит нет мне очень нравится уровня на 3 но это полно отстой сегодня увидел одной презентации уровня нет про линукс линукс это лучшая в мире операционная система но это полно так же с уровнями это отличная штука но это полно не нравится то что все в принципе смотрят со своего уровня то есть ну это штука круглая на которую они смотрят люди смотрят на эту круглую штуку со своего уровня то есть они не раз на друга смотрят со своего уровня и образуют круг реально что-то именно ну вот как вот эта штука мне мешает физика хуже алхимии мне мешает концепцию времени ну и там какой-то эволюционный процесс который на этой линии времени раскладывается он понятно что он ветвистый не очень линейный все такое после не обязательно значит лучше но в целом где-то есть такое представление что хорошо кто и считает потому что скорее всего в чем-то одном небольшом они очень хорошо разбираются кто они ну вот те люди с которыми вы работаете может быть они вовремя встают чистят зубы но это не та проблема с которой они пришли ну да они разговаривают хорошо в теме презентации ну окей в техническом части просто ну вот с моей точки зрения можно задавать вопрос такой к каждой из этих позиций то есть условно говоря а зачем твой акционер на это тратит то есть ну если к нему можно серьезно отнести у тебя я вообще не вижу никаких уровней у тебя сплошные позиции понятно то что понятно что тебе непонятно но у многих было есть уровни ну уровни собственно с кем уровня определяется у кого есть уровня уровня какие-то все я стену ну хорошо для кого для кого уровня входит ну в какую-то там шорт-лист ориентиры по жизни у меня есть конечно это так ну ну есть да что это осознают они там что есть очевидные бытло и не бытло вот ну как не бытло представляет собой высокий только в лицах развития я вам хочу то что лепит например что что я люблю постоянно это лена горки 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 лепит лепит в смысле она занимается ну там тебе фарфором там или чем да для меня это очевидно что у лены есть определенный уровень достижимый не достижимый для тех кто только пишет да да и поэтому ничего леди респресс да хорошо это о том что у тебя тоже у меня есть у меня есть ну хорошо у меня вместе с комплексом это разве плохо нет это неплохо ну то есть симбиоз по-моему по-моему ну уровни это даже правил дорожного движения да иногда ты чувствуешь что ну блин лучше бы здесь нарушить нет уровня ты так делаешь уровня это карта мне кажется близко это я знаю что за поворотом есть у тебя карта или нет мне это не очень важно если я носорог да слишком много разных областей как выстроить все это важно вот и все на физических картах ну да у насорога свои ну вот у нарратива мне кажется нет никаких уровней есть все а какие это ужасно вы иди ну там подачи ты не знаешь черный поиск ну скажем так ну уровень есть можно выделять два уровня как класс событийные конкретные события там действия в физическом мире класс смыслы в которые это приписывают в ландшафтах действий ландшафтах какого уровня нарратив вытаскивает людей на какой уровень ну вот в том то и дело что уровни не то чтобы один лучше другого а они существуют параллельно ну это не уровни значит да это достаточно развитые уровни ну хорошо да да это не уровни это скорее разные грани этой истории то есть они для меня уровни по критерию конкретности или абстрактности не то что один лучше ну типа да но это не то что лучше это просто помогает структурировать ну все таки это не бытло лучше чем бытло нет нет но абстрактное без нижнего уровня тоже плохо ну это не вопрос мы наблюдали много раз тихо 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 да хорошо ты можешь сказать что там задача вытащить клиента на более абстрактный уровень и потом приземлить обратно на да тихо 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 на самом деле можно как бы больше подразделять максимум восемь я не делаю восемь? В разных уровнях. Лапин, по-моему, любит так говорить, что сейчас пошла презентация восьмого уровня. Шесть. Ну, а мы примерно про это. Просто конкретизация вот этих двух. На физических картах есть такие линии. Физическое, географическое. Которое не политическое. Там есть такие вот линии уровня. Они прямо так и называются. Которые отделяют. И если говорить про уровни, то там... Ну вот, если вот эту штуку вспомнить. Да, вот вокруг горы, вокруг вершины, вот такие вот штуки. И точечка. Да, и точечка. Пик. И принципиально невозможно одновременно находиться на одном и на втором уровне. Если мы говорим... Две, триста, шестьдесят пять. Это высота. А. Если говорить про уровни, мне кажется, что там вот самое важное, что они как бы... Ну они не то, что... Я поняла, да. Дискретные. Но находиться в какой-то одной точке, ты ниже и выше одновременно находиться не можешь. Вот так. Ах, почему? Ну, здесь у тебя это как раз обратно. Ну, да. Можешь, естественно. Ты размазан. Можешь, да. Потому что жизнь сложнее, чем параллос. Да, да, да. Жизнь сложнее, чем параллос. Ну, хорошо. Ты же занимаешь какую-то длину, да? Ну, даже если ты стоишь, какую-то длину. Поэтому тут тоже, в принципе, можешь. Ну, просто разница небольшая будет. Ну, между носком и пяткой там будет разница, если наклонные. Ты выталкиваешь своих клиентов в какой-то новый уровень организационного развития или не знаю, что в мышлении. Ну, мне вот важно, что они рисуют организацию, то есть они замещают знаками в сложный объект, и, соответственно, я вижу, как у них у меня в глазах. И тебе кажется, что это новое какое-то у меня? Не только глаза, или они сами умнее? А где это глаза? Кромочку положить. Глаза. Какие глаза? Глаза. Но потом, естественно, совершают всякие умные поступки. Да, то есть там диффузия даже. Изглаз. Мозда. А потом всё. Он начинается сглаз, потому что визуально. А, да. Быстрее, да. А чем уровни-то плохи? Ну, тем, что, наверное, по одной из теорий нельзя быть на одном и на другом. Нет, тем, что они очень хороши, просто у каждого свои, на каждый момент времени разные. Ну да. И чем это плов? Ничем. Ты просто молодёшь. Я лучше, чем ты. Это потому что в твоей системе уровней это так, я понимаю. Ну всё. Это просто означает, что, ну, надо знать предметное умство. Вот какое зато следствие. Учительная часть, да? Ну, либо если уровень не очень как бы абстрактный, то это не обязательно. Неучительная. Да. Но абстрактный уровень не ограничен. Ну, судя по всему, ведь вот, ну, извиняюсь, если вне контекста положу какого-то, ну, то есть вот, вообще просто вот этот навык, изготовление презентации, он же соединяет в себе, слушайте, он же соединяет в себе, умение говорить и умение рисовать, по сути. Да. Ну, ну, маленькой второй степени. То есть и это два уровня. Вот в моём представленном уровне. А это два уровня? Ну, вот в моём, да. То есть, ну, как бы... Друзья, а как можно... Знаешь, это как, вы сказали писать, а читать я не умилею. Учитель такой уровень построил. А? Правда, я согласен, что самое ужасное. Это же правда. Что можно... Это действительно это как? Так, да, сначала люди просто говорили, а потом появились слайды, и это был новый уровень. Да. Факт, не поспоришь. Менее говорите, менее не говорите. Хорошо, Лёш, здесь люди, которые умеют хорошо рисовать. Это не помогает им делать хорошие презентации. Помогает одного этого недостаточно. Ну, то есть, это вот... Не понял. Маскальная жиропись была давным-давно. Почему презентации мы только сейчас начали делать нормальную? Потом в пещерах. Кто мы? Пещерные люди! А там числе... Тянулось, да? Встретились два круга. Элли. 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 Блин. Ничего, мы запробуем. Что-то разное? Нет. А? Так. Давайте расходиться уже... Окей. Сейчас я не заметил, извините. Ну, мне хочется какие-то итоги подвести, но я не знаю какие, но это будет очень долго. Поэтому я... Что? Можно про следующий раз вопрос запусти? Потому что мы...